После смерти Мао Цзэдуна власть перешла к довольно техническому человеку, о котором мы с вами еще не говорили, к Хуаго Фэну. Он был представителем, здесь вот видите на картинке можно увидеть сочетание реальной жизни и классического партийного портрета. Хуаго Фэн был представителем уже следующего поколения партийных лидеров. Он родился в 1921 году в Шаньси, с 1938 года член коммунистической партии, с 1949 года работал начальником на родине Мао Цзэдуна в Хунане, где активно поддерживал большой скачок, был инициатором открытия в 1964 году первого в Китае музея Мао Цзэдуна в Шаньшане. И считался одним из верных сторонников Великого Кормчева. После смерти Линь Бяо в 1971 году он был переведен в Пекин для участия в расследовании его гибели, возглавлял Министерство общественной безопасности, а также по поручению Джо Уин Лая занимался вопросами аграрной реформы и после смерти Джо Уин Лая и отставки о ссылке Дэн Сяопина занял пост премьер. Он считался человеком несложным, таким от сахи, от корней, считался специалистом по сельскому хозяйству, при этом человеком верным и проверенным. И был такой компромиссный фигур, он не входил в ближний круг Джо Уин Лая и вот в эту группу экономистов-прагматиков, которую когда-то создал еще Лю Шао Ти. Также не был близок к самому-самому близнему окружению Мао Цзу Дуна, к Кан Шенну, к Дзян Син и вот как такая равноудаленная фигура, как раз он и, тем более на посту премьера, он и стал следующим главой партии и, соответственно, Китайской Народной Республики. В общем, видимо, никто не ожидал быстрых изменений после его прихода к власти, именно потому, что он был человеком с взглядами не слишком выраженными, однако оказалось, что это ожидание было неправильным. 6 октября 1976 года в рамках такой даже небольшой спецоперации по приказу Хуа Гу Фена были арестованы вдова Мао Цзу Дуна Дзян Тин, член постоянного комитета политбюро и заместитель председателя ЦК Ван Хун Вэйн, начальник главного политуправления Нуак Джан Шун Цяо, а также журналист и писатель, член политбюро Яо Вэнь Юань. Все они, эти четыре человека почти сразу были заклеймены как банда четырех, и вот здесь есть плакат того времени, все они имели непосредственное отношение к культурной революции. Со статьи Яо Вэнь Юань, критика новой исторической оперы, разжалование Хай Жуя, собственно, во многом культурная революция, началась. Здесь Дзян Тин и Джан Шун Цяо были в числе руководителей группы по делам культурной революции при ЦК КПК, которая была создана, как помните, в мае 1966 года. А Ван Хун Вэйн в 1966 году стал одним из главарей шанхайских дзауфаней, был в числе, мистер Джан Шун Цяо, кстати, в числе лидеров шанхайской коммуны и шанхайского ревкома, и затем делал довольно быструю карьеру. И, несмотря на довольно молодое возраст, к моменту ареста ему было чуть больше 40 лет, сделал большую карьеру в Пекине, многими считался где-то с 1973 года, многими считался преемником Мао Цзэдуна, но вот, соответственно, не сложилось. В тот же день был арестован племянник Мао Цзэдуна Мао Юань Син, который был также известен как очень яркий участник и пропагандист культурной революции, однако в связи с высоким родством в число банда четырех он включен не был. С ноября 1980 по январь 1981 прошел небывалый до того в Китае открытый судебный процесс, на котором члены банды четырех и объявленные их подельниками Мао Юань Син, а также когда-тошний секретарь Мао Цзэдуна и председатель группы по делам культурной революции Чень Буда. Чень Буда, надо сказать, с 1971 года находился под арестом, здесь его доставили уже за компанию, чтобы все было убедительно. Вот эти шесть человек были обвинены в антипартийной деятельности, подготовке государственного переворота, якобы после смерти Мао Цзэдуна они планировали захватить власти, собственно их арест Хуагу Фенном был как раз превентивным для того, чтобы этот государственный переворот не допустить. Также они были обвинены в необоснованных репрессиях 750 тысяч человек и гибели 34 тысяч 375 человек в период с 1966 по 1976. Цифры эти, конечно, занижены, но стоит указать на их точность до человека. Это должно было создать впечатление, что во всем разобрались все жертвы, найденные в их убийстве, обвинены виновные люди. В ходе процесса также пособниками банды четырех были названы к тому времени уже покойные, известный нам с вами Кан Шен, как глава китайской госбезопасности и один из очень очевидных архитекторов культурной революции, такой серый кардинал последних лет Мао Цзэдуна, а также председатель пекинского ревкома генерал-полковник Се Фуджи. Он умер в 1972 году, но тоже посмертно был привлечен к суду. Из подсудимых не признала свою вину лишь Дзян Сину, которой хватило в общем храбрости утверждать на все вопросы следователей, что она была лишь собакой Мао Цзэдуна, и кого он говорил, того она и кусала. Специально судебная коллегия при Верховном Народном Суде КНР приговорила Дзян Син и Джан Чхун Цяо к смертной казни со срочкой переговора на два года, и в 1983 году им казнь была заменена пожизненным заключением. Ван Хун Вэнь получил пожизненное заключение с самого начала, Яу Вэнь Юань получил 20 лет, Чен Бода 18, а Мао Юань Син 17 лет лишения свободы. Кан Шен и Сев Вуджи были посмертно исключены из партии, их прах удален с Бабаушайнского революционного кладбища, и это тоже на самом деле заставляет вспомнить про такие средневековые практики, когда посмертно можно было человека осудить и, значит, из рая достать куда-нибудь в другое место. Разбирательство по делу Банда Четырех было объединено с процессом над так называемой группой Линь Бяо, это была группа высшего генералитета, которые считались ставленниками Линь Бяо, и, соответственно, их тоже обвиняли в антипартийной деятельности и в организации культурной революции. Это было довольно забавно, потому что при жизни Мао Цзэдуна группа культурной революции, Дзян Син и вот эти люди, вошедшие в Банду Четырех, они боролись за влияние на Мао Цзэдуна с Линь Бяо и были врагами, а вот теперь на суде они встретились как подельники, в этом была некоторая такая упрощение и ирония. Ряд генералов из группы Линь Бяо также были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Ван Хун Вэйн умер в тюрьме от рака печени в 92-м году, Чен Буда был освобожден в 88-м, по состоянию здоровья вскоре скончался, Дзян Син в 84-м году была переведена под домашний арест, в 89-м во время событий на площади Тинянь Мэнь, про которые мы с вами еще сегодня говорим, была опять переведена в тюрьму, после чего вернулась под домашний арест и покончила с собой в 91-м году. Пожительный срок Чжан Шун Цяо в 97-м году был сокращен до 18-ти лет, и в 98-м он вышел на свободу и прожил последние годы в Шанхае. Яо Вэнь Юань отсидел весь срок и в 96-м году вышел из тюрьмы и также жил в Шанхае. Мао Юань Син освободился в 93-м году по отбытии срока, поменял имя на Ли Ши и, насколько я знаю, до сих пор живет в Шанхае. Несмотря на то, что, в общем, нет никакого сомнения в том, что эти люди действительно имели причастность, были причастны к культурной революции, были ее создателями, архитекторами, энтузиастами и так далее, при этом, конечно, надо понимать и очень четко осознавать, что главной причиной их ареста и осуждения было не их причастность к культурной революции, не их реальная вина, а желание Хуа Гу Фена поставить точку на периоде культурной революции, осудить ее официально от лица государства и партии, и при этом не затронуть по возможности фигуру самого Мао Цзэдуна. Соответственно, вот эти так называемые «банды четырех» были призваны взять на себя всю вину за культурную революцию, быть официально объявлены за нее виновниками, так, чтобы Мао Цзэдун оказался как бы ни при чем. В связи с этим была придумана легенда о том, что сам термин «банда четырех» якобы придумал сам Мао Цзэдун, который в последние годы жизни пытался бороться с ростом влияния вот этих леваков, и что после его смерти они пытались захватить власть, чтобы продолжить свои бесчеловечные эксперименты. Все это, скорее всего, не имело под собой ровно никаких оснований, и нужно было только для того, чтобы культурную революцию осудить, но Мао Цзэдуна при этом святую и, значит, для партии, конечно, абсолютно принципиальную фигуру, при этом оставить чистым. И это, конечно, позволяет говорить о процессе «банда четырех» как о недостаточном, потому что главный виновник культурной революции Мао Цзэдун не был осужден ни жизненно, ни посмертно, но при этом все равно процесс этот крайне важен, потому что, во-первых, он как раз является окончательным завершением, таким маркером завершения Маоистской реформы, Маоистского периода, и, собственно, партия очень четко благодаря этому процессу указала на свое отношение к, может быть, не культурной революции в целом, которая по-прежнему даже сейчас про нее иногда говорят, что в ней там было что-то хорошее, но как минимум к насилию, к перегибам, к анархии, которая была связана с этим периодом, партия высказала свое отрицательное отношение, и надо отметить, что вот такого рода процесса в Советском Союзе, в постсоветской России не прошло никакого, да, никакого не половинчатого, не неполовинчатого, никакого. В Китае же такой процесс все-таки прошел, и это надо иметь в виду, этим они от нас отличаются в сторону позитивного, на мой взгляд. Соответственно, понятно, что сам Хуа Гу Фен в одиночку не мог пойти на такое важное принципиальное решение по осуждению культурной революции, поскольку, несмотря на то, что Мао Цзудун не был затронут, тем не менее, всем было понятно, что, если немножечко продолжить логику, всем было понятно, что это, конечно, и немножечко осуждение Мао Цзудуна. Хуа Гу Фен не мог решить это сам, не говоря о том, что, конечно, для этого нужно было заручиться поддержкой армии и так далее и тому подобное, поэтому, собственно говоря, сам арест банды четырех и ее в дальнейший суд показал, что он готов делиться властью, и, конечно, Хуа Гу Фен не был настолько самостоятельным правителем, как был Мао Цзудун. Действительно был сформирован новый постоянный комитет Политбюро, куда пришло много новых людей, в очередной раз уже в последний был реабилитирован Дэн Сяопин, и с лета 1977 года он был заместителем председателя Компартии Китая, при том, что у Хуа Гу Фен и Дэн Сяопина и личные, и идеологические отношения были не совсем ровные. Дело в том, что Хуа Гу Фен, как человек немножко более консервативный, он был сторонником советского пути развития, такого государственного социализма, без каких-то особенных радикальных реформ. Дэн Сяопин же был сторонником радикальных рыночных экспериментов, он считал, что без этого экономику спасти не удастся, и здесь действительно у них отношения были довольно сложные, поскольку их подходы к дальнейшему развитию китайской экономики, это было главное, что предстояло решать, были довольно-довольно-довольно-таки разные. Надо сказать, что сторонников Дэн Сяопина в новом политбюро было больше, и почти с самого начала Хуа Гу Фен начал постепенно терять свои позиции. В декабре 1978 года на третьем пленуме ЦК 11-го созыва было провозглашено начало политики реформ и открытости, создателем которой был Дэн Сяопин. Помните, про эти четыре модернизации еще говорил Джо Уинлай, когда еще был жив, тогда он пытался выдать это за идею Мао Цзэдуна, но в общем, на данный момент всем было понятно, что автор ее Дэн Сяопин. Началось очень яркое и оптимистичное время в истории КНР, начался процесс реабилитации многих жертв культурной революции. Цинь-Айминский инцидент 1976 года, когда люди стихийно вышли оплакивать умершего Джо Уинлая, был объявлен не попыткой контрреволюционного мятежа, а правильной реакцией массы. Это, конечно, было тоже некоторый камушек в огород великого кормчего. Сам Хуа Гу Фэн не подвергался критике за какие-то неправильные действия, но почти все его окружение клеймили в близко к Дэн Сяопину печати, как малая банда четырех, то есть их обвиняли в консерватизме и в недостаточном отторжении от времени культурной революции, недостаточной готовности к новому, поэтому почти все люди Хуа Гу Фэн очень быстро были отправлены на пенсию. В октябре 1979 года Хуа Гу Фэн отправился в почти годичное огромное турне по миру, и хотя обычно принято считать его таким консервативным лидером, на самом деле само это турне было замечательным, новым. Никто из руководителей КНР до этого по миру не ездил. Ездил в Джо Уинлайн, он все-таки никогда не был главой государства. Также Хуа Гу Фэн, между прочим, был первым из лидеров КНР, который появлялся на официальных приемах не в Френче, как Суньи Цен и Мао Цзэдун, а в костюме западного покро. И это тоже в таких случаях, когда государство закрыто, и очень трудно, что там происходит, вот такие сигналы, они всегда важны. И здесь, конечно, они тоже не были случайны. Ну, в общем, тоже очень много сделал для открытия Китая, хотя, может быть, не во всем был таким решительным человеком, как Дэн Сяопин. В сентябре 80-го года Хуа Гу Фэн вернулся из своего турне и вскоре уступил своей полномочия премьера ставленнику Дэн Сяопина Джао Цзэя, но мы потом немножко подробнее поговорим. Таким образом, он передал свою исполнительную власть, потому что пост председателя КНР, после того, как с него был устранен Лю Шао Ти, его практически не существовало. Его временами никто не занимал или занимали какие-нибудь абсолютно формальные фигуры. Вот, между прочим, примерно в это время, весной 81-го года, председателем КНР две недели перед кончиной успела побыть Сун Цин Лин. Это была вдова Сунь Я Цена. И ведь здесь, конечно, такие удивительные вещи. Как давно мы с вами говорили про Сунь Я Цена. Кажется, прошло целая вечность. Однако вдова, которая действительно вышла за него замуж незадолго до смерти Сунь Я Цена, она была вполне жива и с самого начала была сторонником Компартии Китая. В дальнейшем, после победы коммунистов, занималась всяким женским движением и прочее. То есть работала такой Надежда Константиновна. Вот она дожила до того, как она заняла пост формального главы государства и недели две, по-моему, на этом посту успела пробыть, прежде чем умерла. Между прочим, она была не только вдовой Сунь Я Цена, но еще и сестрой жены Чен Кайши, который в это время уже почил, но, тем не менее, оставался, конечно, и знаковой фигурой антикоммунистического Китая. Соответственно, вот новым главой исполнительной власти, премьером госсовета стал Джао Цзэян. А в июне 1981 года Хуа Го Фэн потерял также свой пост председателя ЦК КПК, который занял другой человек Дэн Сяопина, Ху Яубан. Сам же Дэн Сяопин оставался формально на вторых ролях, он был председателем Центрального военного совета ЦК КПК, это должность из важных, но далеко не первая, но всем было понятно, кто в доме главный, потому что было известно, что и Джао Цзэян, и Ху Яубан это люди Дэна, и без большого желания собственного они, конечно, против него никогда не пойдут, поэтому Дэн Сяопин, оставаясь чуть-чуть в тени, все равно был главой государства. Хуа Го Фэн, потеряв свои посты, сумел избежать какого бы то ни было клеймения и так далее, никто его особо не критиковал, тем более, что он ушел без скандала и без попыток остаться. Он оставался до 2002 года членом ЦК и скончался летом 2008 года. Немножко неудачно, потому что как раз в это время в Пекине шумела Олимпиада, и, в общем, его смерть особо никем не была замечена. Прежде чем идти дальше, давайте немножко поговорим про двух главных персонажей, которые мы с вами только что вывели на первые посты в партии и в государстве. Ху Яубан родился в 1915 году, он был даже старше, чем Хуа Го Фэн, в крестьянской семье Хакка, выходцев из Дзян Си. После 1927 года Хунань была одним из таких главных очагов борьбы между коммунистами и Гоминьданом, поэтому Ху Яубан очень рано был вовлечен в эту борьбу. Уже в 15 лет он вступил в Китайский коммунистический союз молодежи, в 18 лет стал членом Компартии, и был одним из руководителей молодежного движения Китайской Советской Республики еще в Дзян Су, вот этой первой Китайской Советской Республики. В 1934-1936 годах участвовал в Великом Походе, был одним из самых молодых участников этого Великого Похода, был тяжело ранен, затем занимал множество постов в Янане, после 1949 года работал на партийных должностях в Сычуане, с 1952 года по протекции Дэн Сяопина был переведен в Пекин и стал секретарем ЦК Китайского Новодемократического Союза Молодежи. Такой был один из вариантов китайского комсомола, который тогда создавался. А с 1957 года Вазгол стал первым секретарем китайского комсомола. Поскольку, когда началась культурная революция, как мы помним, комсомол был объявлен, ревизионистская организация был распущен, то, естественно, Хуяубан подвергся репрессиям и издевательствам, как сторонник Дэн Сяопина, и с 1969 по 1972 находился в школе кадров, то есть в таком, помните, практически партийном полулагере в Хэнане. В 1973 году ему, как и Дэн Сяопину, было позволено вернуться в Пекин, и в 1975 году он был официально реабилитирован, занимался восстановлением работы Академии наук, которая была полностью дезорганизована из-за культурной революции. Однако успел сделать немного. В 1976 году, после смерти Джоуэн Ла и инцидента на площади Тиньаньмани, вместе, опять же, вместе с Дэн Сяопином снова был сослан, и опять вернулся в Пекин только весной 1977-го, после смерти Мао Цзэдуна и ареста банды четырех. После этого он стал проректором Центральной партийной школы, членом ЦК КПК, и прежде всего занимался вопросами реабилитации жертв культурной революции, он возглавлял специальную комиссию, и к началу 80-х при его активном участии было реабилитировано порядка трех миллионов человек, сам он оценивал количество репрессированных в 8-10 миллионов, то есть считал, что работа еще далеко не закончена. В 1978 году Хуяубан стал членом Политбюро, зав. отделом пропаганды ЦК КПК, и во внутрепартийной дискуссии выступал на стороне Дэн Сяопина против сторонников Хуагу Фэна, и был также сторонником более быстрых реформ. В основном он интересовался как раз не экономикой, а политикой, считал, что политически нужно быть более открытыми и делать шаги вперед, потому что вот это время культурной революции, время маоизма нужно оставлять позади, хотя говорил он об этом довольно аккуратно. В 1978-1979 годах среди, прежде всего, студенчества проходит такой период надежд, который обычно называется «Стена демократии». Дело в том, что в Пекине, неподалеку от Банфудзина, если я не ошибаюсь, была такая длинная, характерная для старого Пекина, стена, которая огораживала один из жилых кварталов, вот на этой стене стали появляться Дадзебао, всякие стен газеты, где студенты делились надеждами на будущее, призывали к демократизации, призывали к реабилитации жертв культурной революции, нормализации образования и так далее. Вот эта «Стена демократии» многими лидерами КПК воспринималась с опаской, потому что, что тут народ позволяет себе что-то говорить, чем-то не соглашаться, но Хуяубан как раз оказывал поддержку этим активистам «Стены демократии», даже немножечко прикрыл их от возможно грозивших им репрессий. Вот именно такой человек после Хуа-Гуфена становится главой КПК Китая, и, собственно, этому посту также проводит политику Дэн Сяопина на преодоление последствий культурной революции, реализацию политики четырех модернизаций, много ездит по стране, доводя курс нового руководства до низших уровней партийной системы. И надо сказать, что он дал путевку в жизнь очень многим более молодым лидерам, которые делали карьеру в комсомоле под его руководством. В частности, из тех, кого мы с вами узнаем потом, нужно вспомнить Ху Цзинь Тау и бывшего при нем премьером Вэн Дзябао. Но это будет немножко потом. Вторым человеком, который возглавил, собственно, уже государство, как я уже сказал, был Джао Цзиян, он 19-го года рождения, родился в Хэнане, в семье землевладельца, в 1932 году вступил в комсомол, в 1938 году, то есть тоже с 19 лет, член Компартии Китая. У него не такая героическая жизнь, как у Ху Яубана, в Великом походе он не участвовал, но также довольно рано был на ответственных постах. В частности, в 1947-1949 годах был одним из ответственных по проведению аграрной реформы в Хэнане. Как помните, аграрная земельная реформа этих лет это первый период массовых репрессий в истории Китайской Народной Республики. По такому довольно шекспировскому стечению обстоятельств, как раз примерно в то время, когда Джао Цзиян занимался земельной реформой в Хэнане, его отец, землевладелец, также в Хэнане, был в рамках этой реформы убит. Наверное, это не было прямое указание Джао Цзияна, скорее он здесь показал принципиальности, не стал отца спасать, но ситуация довольно жутковата, и, конечно, это было известно. В апреле 1951-го Джао Цзиян был отправлен в Гуандун и был там также одним из руководителей земельной реформы, и как раз выделялся радикализм, в счет того, что тут миндальничать нечего, это должно быть проведено жестко, как, так сказать, если партия говорит, что крови бояться не надо, значит крови бояться не нужно. Он продолжал оставаться куратором сельского хозяйства в Гуандуне и потом, и пережил на этом посту 58-61 года, когда голод, вызванный политикой Большого Скачка, обрушился в том числе и на провинцию Гуандун и унес там несколько миллионов жителей, погибших от голода. Это, надо сказать, на Джао Цзияна повлияло самым непростым, так сказать, образом, несмотря на то, что он сам, естественно, голодом затронут не был, как партийный функционер, он питался хорошо, но он видел, глаза не закрывал, и, соответственно, после этого из сторонника радикальных методов, наоборот, немедленно превратился в сторонников аккуратных действий в сельском хозяйстве и сторонником как можно более быстрого исправления, ошибок Большого Скачка, и в связи с этим оказался в лагере Лю Шао Ци и Дэн Сяопина. Ему было поручено имя, соответственно, ликвидировать последствия Большого Скачка в Гуандуне, и там он действовал очень успешно, распускались народные коммуны, частично возрождалось частное крестьянское хозяйство, применялись западные технологии, и успехи его были таковы, что Лю Шао Ци и Дэн Сяопин стали его приводить в пример руководителям других провинций. В 1965 году он занял пост первого секретаря Гуандунского парткома, он был одним из самых молодых глав провинции на тот момент. Однако, естественно, это быстрое возвышение ему дорого стоило, потому что, когда Лю Шао Ци и Дэн Сяопин своих мест лишились, то в марте 1967 года он был снят со всех постов, и семью отправлен для трудового перевоспитания в Хунан, где работал слесарем на Сяньчжунском механическом заводе. В апреле 1971 года он был вызван в Пекин Джоу Инлайм, и описано довольно билетеристически, как это было, когда его, ни о чем не предупреждая, ночью взяли с кровати, значит, и в чем был, вот в этой грязной какой-то униформе слесаря, кинули в самолет, отвезли в Пекин. Он, естественно, довольно много чего думал, но вариантов хороших особенно ему в голову не приходило. Но оказалось, что это как раз начало постепенного откручивания, что называется, гаек. Он был назначен заместителем секретаря Порткома, а вскоре секретарем и зампредседателя Ревкома внутренней Монголии. В 1972 году переведен обратно к себе в Гуандун, где также стал секретарем Порткома и зампредседателя Ревкома. Видите, в это время Ревкомы еще оставались, но уже они не воспринимались как противодействующие Порткомам, и, соответственно, глава Порткома обычно был либо главой, либо замглавы Ревкома. Это тоже один из таких ярких свидетельств, таких последних лет культурной революции, когда формально все еще оставалось, как во временах Умвоебинского разгула, но на самом деле уже постепенно пытался работать как следует. С октября 1975 года он стал первым секретарем Порткома и председателем Ревкома Сычуани. Это самая населенная и одна из наиболее разоренных большим скачком у культурной революции провинции Китая. В течение трех лет частичные, очень аккуратные, но все же рыночные реформы, которые он там проводил, позволили увеличить промышленное производство провинции на 81%, а продукцию сельского хозяйства на 25%, что удивительно. И как когда-то в Гуандуне, здесь тоже сычуаньский опыт Джао Цзияна ставился Дэн Сяопином в пример сторонникам Хуа Гу Фэна, которые говорили, что эксперименты опасны. Говорят, вот видите, Джао Цзиян в Сычуане, у него все получается, поэтому получится и у нас. Соответственно, с 1977 года Джао Цзиян был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПК, 79-го член постоянного комитета Политбюро, и в марте 80-го он был назначен главой руководящей группы по финансовым и экономическим вопросам, то есть главного мозгового центра по экономике. Вот в отличие от Хуяубана, который в основном был такой политическим, колешнёй Дэн Сяопин, Джао Цзиян был экономической колешнёй, и занимался этим очень серьёзно. И с сентября 80-го, как я уже сказал, получил пост премьера госсовета, а с лета 81-го также стал заместителем председателя КПК, то есть заместителем Хуяубана. Прежде чем мы с вами перейдём к всякой внутренней политике, которая, конечно, для этого периода, по крайней мере, гораздо важнее, поговорим чуть-чуть о политике внешней, где для вот этих первых лет постмаоистского Китая, пожалуй, самым ярким событием была китайско-вьетнамская война, которая, в общем, немножко выбивается из общей картины, потому что это такой типичный маоистский пограничный конфликт. И здесь это показывает, насколько инерционно бывают какие-то вещи, когда вот в одном месте у нас уже всё хорошо и, значит, идём вперёд, а в другом месте мы всё ещё дожёвываем какие-то старые привычки. Соответственно, отношения Китая и Вьетнама были довольно, развивались по очень разным траекториям. Естественно, Китай, как и Советский Союз, ещё с послевоенных времён оказывал Вьетминю, то есть партии Хо Ши Мина, поддержку в её борьбе с Францией, с колониальными властями Франции после 1945 года, и в результате которой, соответственно, Вьетнам получил независимость, в дальнейшем Китай, как и СССР, оказывал поддержку Северному Вьетнаму в период Вьетнамской войны, когда Северный Вьетнам воевал с Южным Вьетнамом, поддерживающим Юг Соединёнными Штатами Америки. Однако после того, как вьетнамские коммунисты в 1975 году одержали окончательную победу, отношения стали стремительно ухудшаться, потому что, во-первых, Китаю не очень нужен был сильный сосед, во-вторых, Китай несколько ревновал ко Вьетнаму в мировом масштабе, потому что победа Вьетнама на США сделала его крайне популярным среди коммунистического движения всего мира, и Китай здесь немножечко оказался в тени, и в-третьих, несмотря на все усилия КНР, Вьетнам отказался ориентироваться исключительно на Мао Цзэдона и ориентироваться, прежде всего, на Советский Союз, который больше помогал, ну и вообще был всё-таки более ценным, видимо, с точки зрения вьетнамского руководства, союзником. Соответственно, вместо этого показалось, что после долгих лет поддержки и всякой помощи Китай получил у своих южных границ советского союзника, что в условиях, как мы помним, практически вооружённых схватки с ненавистными советскими ревизионистами было более чем неприятно. Дополнительным моментом было то, что в 1975 году в Юго-Восточной Азии появилась ещё одна страна социалистической ориентации, это была Камбоджа, и Китай поддержал там самого крайнего, самого радикального лидера коммунистов, Палпота. При этом считается, что здесь Палпот был таким последним, почти посмертным проектом Каншена. Многие другие, в том числе даже сам Мао Цзэдун, скорее склонялись к более либеральному и такому менее радикальному народому Сианоку, который, несмотря на то, что был принцем правящего дома, тем не менее тоже был вполне таким противоамериканским и пронародно-демократическим политиком, в общем, вполне подходил на роль главы новой социалистической Камбоджи, но Каншен решил, что это неинтересно и сделал ставку на самого радикального, учившегося в Париже и абсолютно проникнутого идеями культурной революции человек, которым был Палпот. В итоге Палпот и его так называемые красные кхмеры начали в Камбодже ужасающий совершенно период террора и такой культурной революции в Кубе, потому что практически все, что там происходило, это была выведенная на невероятную высоту классовая борьба, уничтожались все, кто считался ненужным в следующей революционной жизни, делали они это даже более, пожалуй, прямолинейно, чем в Китае, который, конечно, был вдохновителем Палпот и его людей, настолько, что чуть ли не трид населения в течение трех лет в Камбодже были уничтожены, и помимо того, что, конечно, они также уничтожили и без того не слишком могучую гамбоджийскую экономику, они также в рамках поддержки своего патрона Маоисского Китая начали устраивать пограничные провокации против Вьетнама, потому что для таких вот стран, у которых внутри анархии, из которых должно вырасти что-то новое для всего человечества ценное, для них пограничные провокации против, значит, более замшелых соседей это часть жизни, так сказать, обязательная, потому что для того, чтобы народ продолжал жить в вашем ужасном государстве, вы, конечно, должны все время говорить, что тут виноваты не только внутренние, но и внешние враги. Соответственно, Вьетнам некоторое время терпел эти пограничные провокации, и, наконец, в 1978 году было принято решение о более масштабных действиях, и в 1978 году же Вьетнамская армия начала полномасштабное вторжение в Камбодже, результатом которого стало свержение Палпота, который перешел к партизанской войне, которая длилась после этого еще больше 20 лет, но, тем не менее, уже во главе государства он не был, и поэтому Камбоджа начала из вот этого ужаса постепенно выходить. Китаю очень не понравилось то, что Вьетнам позволяет себе так действовать против китайских ставленников, и в качестве ответа было решено провести ограниченную военную операцию против Вьетнама, которая должна была бы показать, кто здесь главный, сделать вьетнамцев более сговорчивыми, а также заставить их отозвать войска из Камбоджи, чтобы там, значит, Палпот мог вернуться к власти. С дипломатической точки зрения, для Китая это время было довольно успешным, потому что 1 января 1979 года Китай наконец установил дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки, и надеялся, что против такого архиврага, как Вьетнам, США, если не поддержит Китай, то, по крайней мере, выступит в благожелательной манере. Действительно, это было довольно забавно, когда одно самое одиозное коммунистическое государство воюет против другого, и здесь действительно это можно было как-то попробовать сыграть. В начале 1979 года на китайско-вьетнамской границе почти постоянно проходили вооруженные инциденты, провоцируемые китайской стороной. Несколько месяцев продолжалась подготовка к непосредственно военной кампании. С вьетнамской стороны 250 тысячам китайских солдат противостояло порядка 100 тысяч человек, причем в первой линии обороны находились только пограничные войска и подразделения народного ополчения, а регулярные части вьетнамской народной армии располагались во второй линии для защиты района столицы Ханое. Чистое превосходство китайцев было очевидным, однако в некоторой степени компенсировалось тем, что китайцы к тому времени уже 30 лет, если не считать в этих небольших частей, которые там воевали на Даманском, китайцы боевого опыта не имели, а вьетнамская армия на тот момент была, наверное, самой опытной в мире, поскольку они без перерыва воевали практически с 40-го, ну да, пожалуй, с 40-го года, как, значит, туда японцы вошли, воевали с японцами, потом с французами, потом с американцами, поэтому более опытного в военном плане народа, чем действительно народа, даже не армия народа, чем тогдашние вьетнамцы, пожалуй, трудно было себе представить. Ранним утром 17 февраля 79-го года после артиллерийской подготовки Народно-освободительная армия Китая начала вторжение в северные провинции Вьетнама и столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Продвижение было медленным и тяжелым, и кульминация наступила 4 марта, когда после ожесточенных боев китайским войскам удалось занять находящиеся неподалеку от границы город Лангшон, откуда вела шоссейная дорога на Ханой, всего 150 километров. 5 марта во Вьетнаме была объявлена всеобщая мобилизация, и страна была готова воевать дальше, но в тот же день Китай официально объявила прекращение наступления и начале вывода войск. Бои, также довольно кровопролитные, продолжались до завершения вывода китайских войск с территории Вьетнама, которая завершилась 16 марта. По мнению экспертов, потери сторон составили порядка 30-40 тысяч человек, и обе стороны объявили о своей победе в войне. Вьетнам заявил, что китайская агрессия успешно отражена, противнику нанесены тяжелые потери, и в общем, действительно, пожалуй, именно Вьетнам здесь можно считать победителем, поскольку китайцы, очевидно, рассчитывали на легкую победу, у них ничего не вышло, вьетнамцы понесли тяжелые потери, но даже не задействовав толком регулярную армию, таким образом, они сумели добиться, отразить китайскую агрессию, даже не задействовав всех возможных ресурсов, также китайцам не удалось, то есть китайцам не удалось показать, что они сильны, не удалось сломить Вьетнам, не удалось оказать помощь Палпоту, а главное, они показали и себе, и другим, что Нуак довольно плохо готова к войне, даже с таким сравнительно слабым противником, как Вьетнам, что в Нуак недостаточно современного вооружения, недостаточно средств связи, хромает военная подготовка, и с этого момента началась глубокая модернизация армии Китая, которая продолжается до сих пор, и собственно, которая привела к тому, что сейчас китайская армия считается экспертами одной из сильнейших армий в мире, вот путь к этому начался с этой неудачной вьетнамской кампании. Несмотря на то, что война на этом завершилась, конфликт на этом не завершился, осенью 80-го года, чтобы помешать вьетнамцам в операции против Красных Кмеров, КНР создал крупную армейскую группировку в Юньнане, и там же были организованы военные лагеря для хмонгских повстанцев, которые готовились на территории Китая, потом забрасывались во Вьетнам и в Лаос. Также китайская артиллерия обстрелировала пограничную вьетнамскую провинцию Каубанг. Было несколько пограничных стычек. В мае 81-го года китайские силы захватили несколько господствующих высот на границе, которые китайцы считали своими, и бои за них длились около месяца. Вьетнамцы в ответ предприняли несколько относительно успешных рейдов в Гуан-Си и в Юньнане. Ценой всех этих мероприятий было несколько сотен погибших с обеих сторон. В апреле 84-го года, после очередных успехов вьетнамцев в войне с Красными Кахмерами, китайцы опять предприняли артобстрел пограничных районов Вьетнама. Было выпущено порядка 60 тысяч снарядов, а также несколько вылазок силами до батальона, которые вьетнамцами были отбиты. Тогда же началась гораздо более масштабная операция, которая сейчас довольно важное место занимает в такой мифологии Китайской Народной Республики. Даже когда недавно были введены новые ордена, то одним из награжденных был как раз ветеран именно вот этих боевых действий. Это так называемые бои за гору Ви Сюэн, или Лао Шань по-китайски. Там участвовало в первой фазе операции две дивизии на китайской армии. Они продвинулись на 2,5 километра, и к концу лета 1984 года заняли 8 господствующих высот. На занятом плацет армии было размещено до 6 дивизий и несколько танковых полков, однако дальше продвинуться не смогли. Потери оцениваются примерно по тысяче с китайской и вьетнамской сторон. В 1985 году бои за высоты Ви Сюэн и Лао Шань продолжались. Китайцами было выпущено до миллиона снарядов по вьетнамской территории. В январе 1987 года на пограничные высоты предприняли атаку едва ли не 15 дивизий. Но, по крайней мере, так пишут официальные источники, потери составлены по нескольку сотен человек с обеих сторон. В 1988 году произошло столкновение на море у островов Спракли. Это, помните, вот эти необитаемые рифы в Южно-Китайском море, которые Китай считает все своими, а по факту они контролируются частично Тайванем, частично Вьетнамом, частично Филиппинами, частично Брунеем, частично, собственно, КНР. Вот именно там произошло столкновение, в рамках которого погибло 64 вьетнамских моряка, а КНР установило контроль над одним из островов, так называемый Южный риф Джонсона, который по-китайски называют Чигуа-Дзяо, а по-вьетнамски Дагакма. До того этот риф находился под контролем Вьетнама. В целом, с апреля 1987 года китайцы начали сворачивать операции, особенно сухопутные, однако, все равно до октября 1989 года источники насчитывают еще 11 столкновений в китайско-вьетнамском приграничье. С 1989 года начали выводить войска из занятых пограничных районов, с сентября 1990 начались переговоры, в ноябре 1991 был подписан договор о прекращении огня, вывод войск официально завершился в 1992 году, а в 2009 году было подписано китайско-вьетнамское договор о границе, в рамках которого кусочек Лао Шайна, за который, значит, вот эти шли бои, не весь, а часть, остался таки за Китаем. На этом вот эта долгая история китайско-вьетнамских пограничных конфликтов, к счастью, завершилась, и будем надеяться, что это на совсем, хотя споры довольно-таки на повышенных тонах из-за островов Южно-Китайского моря, они продолжаются постоянно, но, к счастью, сейчас, по крайней мере, без вооруженных действий. Однако, главное, конечно, были не эти пограничные конфликты, а внутренние преобразования. Надо сказать, что благодаря Дэн Сяопину, до этого Хуагофену, очень быстро улучшались отношения с Западом. Дэн Сяопин довольно много ездил по миру и встречался с западными лидерами, и производил на них очень приятные впечатления. В 1979 году Дэн Сяопин посетил США, где встречался с президентом Джимми Картером в Белом доме. Незадолго до этой встречи США прекратили дипломатические контакты с Китайской республикой на Тайвань и установили дипотношения с КНР. Японо-китайские отношения тоже значительно улучшались. Дэн Сяопин, в отличие от многих его предшественников, и, к сожалению, наследников среди китайских политиков, не считал правильным использовать Японию в качестве самого популярного образа врага. И наоборот, часто говорю, что Япония это страна с быстро развивающейся экономикой, чей опыт должен Китаем по возможности перениматься, восприниматься и как минимум с вниманием изучаться. Важным достижением стало подписание соглашения между КНР и Великобританией 19 декабря 1984 года, так называемая Китайско-Британская совместная декларация, по которой Гонконг, исходя из когда-то еще в 1898 году заключенного договора, когда новые территории были переданы Великобритании на 99 лет в безвозмездную аренду, вот с ссылкой на этот договор было достигнуто соглашение, что в 1997 году Гонконг будет возвращен Китайской Народной Республике, причем Китай обязывался на протяжении 50 лет не менять сложившуюся систему британского владычества и не менять политическую и экономическую систему Гонконга, в чем, конечно, КНР и сама по себе была заинтересована, поскольку Гонконг был важен не только как образец колонии, возвращаясь обратно в мать Китай, но и как крупный финансовый центр, который, конечно, китайской экономике был очень важен и важен, собственно говоря, и до сих пор. Вскоре подобное же соглашение было подписано с Португалией, которой она обязывалась в ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 года вернуть Китаю Макао. Здесь никаких соглашений об аренде не было, здесь никаких договоров столетней давности не вспоминали, но после того, как было достигнено соглашение с Великобританией, естественно, Португалию уже тоже трудно было устоять. Это было реальным воплощением одного из главных тезисов Тенса Сяопина в отношении частей Китая, не подчиняющихся пяти вам, который звучал как одна страна, две системы, то есть было указано, что если вот эти кусочки Китая, Гонконг, Макао и, конечно, в основном это было рассчитано на Тайвань, признают власть Пекина и признают себя входящим в состав КНР, то Пекин гарантирует им, что все останется без изменений, что никто не будет у них строить социализм, никто не будет насаждать у них единую управляющую роль коммунистической партии, и вообще они будут жить как раньше, только лучше, потому что не надо будет ничего бояться в рамках общей родины. И, собственно, вот с Тайванем, как мы с вами знаем, это все по-прежнему не сработало, но возвращение Гонконга и Макао – это такие вот реальные воплощения тезиса «Одна страна, две системы». Ну и, в общем, мы с вами потом поговорим еще немножко про Гонконг и то, как он в составе КНР находится, но в целом пока, по крайней мере, Пекин обещания свои не нарушает. Самое главное, конечно, была экономика, поскольку это именно то, чем Дэн Сяопин, в общем, всю жизнь наверху занимался в первую очередь, и то, что больше всего было нужно Китаю, который в это время находился в тяжелейшей ситуации, это была крайне перенаселенная страна с населением в миллиард человек, из которых большая часть регулярно испытывала недостатки продовольствия. Постоянно над страной висела угроза голода, которая иногда даже местами реализовалась вполне себе. Настоящий голод, конечно, не такой голод, как говорено, большого скачка, но шутки, которые у нас приняты по поводу того, что китайцы работают за чашку риса, на тот момент были, в общем, практически не шутками, потому что, действительно, чашка риса в день далеко не у каждого китайца была. Благодаря, в кавычках, усилиям Мао Цзэдуна страна практически не имела современной промышленности. То, что было, это было наследие японского времени, а также наследие советской помощи, причем даже это наследие удалось довольно сильно испортить, потому что в какой-то момент во времена Мао Цзэдуна было опасение, что Советский Союз может вторгнуться в Северный Китай, и, соответственно, почти все главные заводы из Северного Китая, как могли, были перебазированы в Южный Китай. Кстати, именно с этого началось экономическое превосходство Южного Китая над Северным, уж до того вся промышленность была как раз на Севере, но, тем не менее, переезд этот был осуществлен с трудом, нехорошо, и, в общем, даже то, что работало, работать после этого практически перестало. Так что промышленности, как такового Китая, в общем, к этому времени тоже не было. Как я уже говорил, практически все специалисты, которые говорили про Китай в середине 70-х годов, они считали, что это классический примет failed state, то есть государство, которого нет будущего, которое сломалось, и починить его казалось невозможно. Вот здесь как раз очень на месте оказался Дэн Сяопин со своими реформами, хотя я бы хотел сказать, что гениальность Дэн Сяопина, значит, как реформатора, который очень часто подчеркивается в современном Китае, она все-таки не единственная составляющая. Конечно, главный компонент китайского успеха, китайского экономического чуда, это не реформа Дэн Сяопина, а это бесконечное терпение, трудолюбие и предприимчивость китайского народа, который в очередной раз, мы с вами много раз это наблюдали на протяжении истории Китая, в очередной раз сумел вытащить свою страну из бездны, но Дэн Сяопин, по крайней мере, это понимал и по возможности старался вот этим природным качествам китайского народа своими реформами не мешать, и это тоже такой довольно даустский принцип, мы с вами много раз такое тоже видели, и здесь его мудрость, когда человек, мудрость человека, который мог многое сделать, но предпочел в основном не мешать тому, что должно происходить, только немножко помогать, направлять процесс, это для Китая действительно высочайшая политическая мудрость, которую можно себе, в общем-то, представить. Дэн Сяопин известен своим крылатым выражением, которое звучит как, неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей, и это, сказал он это и не сказал, как я понимаю, не очень доказано, но это действительно очень хорошо иллюстрирует его подход, что главная эффективность экономики, а как она называется, социалистическая, капиталистическая, государственная, частная, это уже дело сугубо второстепенное. В отличие от советского руководства, которое, как вы, может быть, знаете, постоянно обещало каким-то конкретным, очень скорым датам построения очередного либо социализма, либо развитого социализма, либо коммунизма, Дэн Сяопин сразу отказался от такого рода обещаний, что вот-вот что-нибудь достроено, или что тем более уже что-то достроено. Он говорил о том, что построение социалистической экономики с китайской спецификой, это тоже такое его МО, только начинается, и когда она будет построена, неизвестно, может быть, даже, собственно говоря, и никогда. Главное это уровень жизни населения. В 80-х годах он предполагал достичь уровня вэйнбао, то есть обеспечения теплом и пищей. К концу 90-х годов уровень сяокан, то есть скромный достаток, малое благосостояние, это такой довольно контузанский термин, который есть и в древних текстах. И, наконец, где-то только к 2050 году он надеялся, что Китай достигнет уровня зажиточности. То есть здесь ставилась как раз не такая экстремальная цель этого большого скачка, что мы сейчас быстро-быстро побежим и, значит, все сделаем, а как раз перспектива почти бесконечного, на 70 лет вперед, на 80 лет вперед развития, и, соответственно, не нужно было стремиться к достижению конкретных целей, нужно было, чтобы в нужную сторону двигался процесс. При этом он и его сторонники решительно отказались от признанного принципа уравниловки, который в маоистском Китае, естественно, процветал, и было заявлено, что пусть сначала обогатится часть людей, часть региона, чтобы затем привести весь народ к изобилию. То есть не нужно добиваться равномерного развития Китая, чтобы у всех было одинаково. Если у каких-то людей или у каких-то городов, у каких-то провинций получается лучше, надо им помочь. Пусть они идут вперед и потом подтянут за собой. Остальных это, с одной стороны, довольно разумно, с другой стороны, это был отказ от такого главного принципа стилистической экономики, когда неравенство считается плохим. Здесь неравенство считалось, если и нехорошим, то, в общем, совершенно допустимым, и мы еще с вами к этому вернемся. В дальнейшем это сыграло свою определенную роль. Начинались реформы, естественно, с самого важного сельского хозяйства, потому что в Китае тогда сельское население составляло, наверное, 70-80% всех. Соответственно, прошел поэтапный распуск коммун. Земля вне городов была объявлена собственностью коллективов сельских жителей и введен подворный подряд. То есть каждый двор объявлялся ответственным за часть вот этой общей коллективной собственности. Это была такая завуалированная частная собственность, которая при пользовании от частной собственности ничем не отличалась. Единственное, что эту землю крестьянин сам не мог ни сдавать в аренду, ни продавать. И продажа сельскохозяйственных земель, по-моему, введена в Китай несколько лет назад. И, как я понимаю, до сих пор специалисты опасаются, не зная, что из этого произойдет. Потому что, как вы понимаете, в условиях, когда в Китае не хватает земель, а крестьяне все-таки самая бедная часть населения, то очень легко опасаться, что всякие богачи-горожане начнут скупать эту землю, выводить ее из сельскохозяйственного пользования. Вот несколько лет назад в принципе была разрешена продажа сельскохозяйственных земель в частные руки. И пока не готов сказать, по-моему, даже специалисты, пока опасаются давать какие-то долгосрочные прогнозы. Но вот при Дэн Сяупене единственное ограничение, которое было у крестьяне, то, что он свою землю не мог продать. Он мог ее сдать только обратно вот в общий фонд этого самого сельскохозяйственного кооператива. Была отменена система госзаготовок, освобождены цены на большинство видов сельскохозяйственной продукции, разрешена, естественно, личная реализация своего товара на рынке. Результатом стал очень быстрый вывод аграрного сектора из застоя. Вступление крестьянских хозяйств на путь специализации и повышения товарности удалось обеспечить рост занятости и повысить жизненный уровень крестьян. В принципе, уже в 80-х годах задача обеспечения зерном страны была решена и недоедание стало редкостью. Это, на самом деле, пожалуй, самый главный козырь современной компартии в Китае. Почему они главные основания их, так сказать, могущества и популярности? Потому что практически молодые, ну, относительно, по крайней мере для меня, относительно молодые люди в возрасте 40-45 лет отлично помнят ситуацию, когда есть было нечего, когда был голод. И, соответственно, конечно, им очень легко показывать, что вот смотри, что было и что стало, кто молодец, естественно, компартия Китая. Поэтому мы должны быть, вы должны быть нам благодарны и не хотеть, чтобы мы никуда уходили, потому что опять будет плохо, как до того. Потому что, конечно, для всех таких режимов самый главный козырь это разница того, что было до и того, что было после. Хотя еще раз подчеркну, на мой взгляд, конечно, в том, что Китай сейчас гораздо богаче и обеспеченнее, чем он был при Мао Цзэдуне, конечно, заслуга прежде всего не коммунистической партии Китая, а, собственно, самого китайского народа, которым просто на каком-то этапе коммунистическая партия стала поменьше мешать. Что касается промышленности, то здесь также регулирующая роль правительства была сокращена, руководителям было дано больше управленческих полномочий, на предприятиях поощрялись хозрасчет и доходное производство, увеличилась роль частного сектора, позволялись эксперименты с новыми формами владения, в том числе в государственном секторе, то есть часть предприятия постепенно переходила в акционерные и даже в частные. С 1984 года начался перевод части отдельных городских предприятий на самоокупаемость. Позже правительство разрешило подразделениям армии Китая также перейти на самообеспечение, заниматься свободным предпринимательством. Сейчас это уже редкость, но еще лет десять назад на какой-нибудь томатной пасте прочитать, что она произведена каким-то там 178-м кавалерийским полком в Синьцзяне, это было совершенно нормально, потому что действительно вот эти особенно раскиданные на национальных окраинах многочисленные воинские части перешли на сельское хозяйство или на промышленность. Это, конечно, тоже заставляет вспомнить всякие военные поселения, которые тоже стремили к самоокупаемости, это тоже для Китая штука довольно традиционная. Многие мелкие госпредприятия получили право изменить не только механизм хозяйства, но и форму собственной, соответственно, превращались в акционерные и в частные. Удельный вес товаров, ценами которых непосредственно управляло государство, в розничном обороте очень быстро упал с 95% до 6%. Надо сказать, что все эти экономические реформы были, в общем, довольно очевидны, и в дальнейшем примерно то же самое во время перестройки пытался запустить в Советском Союзе Горбачев. Очень часто говорится, что главная ошибка его была в том, что вот китайцы сохранили власть Компартии, а Горбачев своими реформами ее подточил и в итоге разрушил. И именно поэтому реформы в Советском Союзе не получились, и Советский Союз сам развалился. Я думаю, что это не совсем так. Дело в том, что у Китая была принципиально иная ситуация в начале реформы. Во-первых, он начал реформу несколько раньше, чем Советский Союз, а во-вторых, Китай времен Дан Сяопина был, еще раз повторюсь, нищей, очень многочисленной и довольно молодой нацией, которая была готова работать как угодно и где угодно за очень небольшие деньги. Советский Союз имел... Советский народ Советского Союза был в среднем более образован, но более возрастным, в лучших условиях, и, соответственно, вот это вот... то, на чем держались китайские реформы, то есть просто дать народу жить как он хочет и все выправиться само собой, к сожалению, в Советском Союзе ситуация была не такова, и поэтому такого рода простые реформы, которые провел Дан Сяопин, видимо, в Советском Союзе проведены быть не могли, но в целом то, что Горбачев вдохновлялся, естественно, успехами Дан Сяопина, в этом нет никаких сомнений. С целью создания современной промышленности была объявлена политика открытых дверей, согласно которой КНР разрешил международную торговлю и прямые иностранные инвестиции впервые со времен Гоминдана, причем инвестиции эти были довольно простые, то есть максимальное количество формальности было отменено. При этом на первых порах политика эта была разрешена не везде, а только в специально отведенных местах так называемых специальных экономических зонах, которые были очень строго отгорожены от остальной части Китая, настоящей границей, туда нужно было, чтобы жить там нужны были специальные разрешения, чтобы попасть туда нужны были специальные разрешения, и в целом все это можно бы наверное сравнить с ситуацией, которая когда-то была как помните в империи Цин, когда тоже были выделены места, в которых иностранцы могли с Китаем торговать, и тоже, чтобы получить доступ к этой торговле довольно много нужно было получать специальные разрешения. Это, конечно, был некий новый уровень кантонской системы, но тем не менее идея, что стремление к торговле с иностранцами не должно означать, что эта торговля открыта для всех китайцев, конечно, это тоже вещь глубоко традиционная. первые специальные экономические зоны были основаны в 80-м году, это были Шэньчжэнь, Чжухай, Ишаньтхо в Гуандуне, Сямэнь в Фудзиане и весь Хайнань. Соответственно, это тоже очень напоминает локализацию первых портов, которые были открыты для иностранцев после, например, опиумных войн. Это вполне закономерно именно там было размещено. 14 прибрежных городов и дальше собственно говоря ситуация так и продолжала развиваться. Последним кажется получил этот статус в 2010 году Кашгар, хотя может быть мои данные не верны. Сейчас всего порядка 200 таких специальных экономических зон разного уровня, 4 специальных экономических зоны, 14 зон свободной беспощадной торговли, 53 зоны высоких новых технологий, более 70 научно-технических зон для специалистов, получивших образование за границей, 38 зон переработки продукции ориентированы на экспорт и вот все в таком духе. Соответственно в свободных экономических зонах упрощенные налогообложения для привлечения иностранного капитала и технологий, а также заимствования эффективных методов управления у иностранцев. С самого начала они были очень строго отделены от остальной территории Китая для проживания там нужно было иметь специальные пропуска и здесь собственно трудно не увидеть вот такое повторение кантонской системы, когда очень строго были указаны точки, где может происходить торговля. Почти с самого начала львиная доля инвестиций приходила от так называемых Хуатяо, это китайцы эмигранты, в основном проживающие в Юго-Восточной Азии, их там всего около 40 миллионов, из которых 20-30 миллионов приходится на Юго-Восточную Азию и есть государства практически китайские типа Сингапура, где китайцы 78%, мы про него с вами еще потом поговорим, а так в Малайзии например порядка 25% населения составляют китайцы, причем почти везде, где существуют крупные китайские колонии, на их долю приходится основная часть бизнеса и вообще всяких других коммерческих успехов, так повелось уже довольно давно, и китайцы живут там еще с эпохи Сун много где, вот соответственно именно оттуда поступали и поступают до сих пор основная часть инвестиций, которая приходит через эти свободные экономические зоны. На зоны эти приходится львиная доля китайского ВВП, собственно именно там он в основном производится, и здесь хорошим примером является Шэньчжэнь, которая с 79 по 2008 года в среднем в ВВП этой территории увеличилась на 31,2%, что конечно абсолютно удивительно. Соответственно ВВП Китая рос в течение более чем 20 лет, начиная с 1885 года по 2008 в среднем на 9,5% ежегодно, это очень много, по объему ВВП Китай с 2014 года находится на втором месте в мире, и Россия перегнаток в 96 кажется году, что сейчас трудно представить, по другой методике подхода к подсчету, которая называется паритет покупательной способности, это когда учитывается не только банковский курс национальной валюты, но и ее покупательная способность в стране, Китай даже размещается на первом месте в мире по ВВП, хотя многие оспаривают показательность этого подсчета, при этом естественно нужно учитывать, что по ВВП на душу населения Китай находится на очень скромном синице втором месте, то есть здесь конечно вот эта огромная китайская экономика, это во многом опять же порождение огромного китайского народа и каждый конкретный китайец далеко не на втором месте находится в мире по богатству. При этом конечно в значительной степени этого огромного ВВП производится именно в этих свободных экономических зонах, это самое яркое последствие этого подхода Тен Сяо, согласно которому не надо стремиться к равенству в развитии, надо развиваться там, где легче и потом что-нибудь случится, но вот пока этого не очень происходит, потому что по-прежнему одна из главных проблем Китая это именно неравномерное экономическое развитие, сверхбыстро развивающиеся и отлично себя чувствующие побережье, особенно свободные экономические зоны и гораздо более скромно чувствующая себя вся остальная страна, собственно говоря, все экономисты отмечают, что это одна из главных проблем китайской экономики сейчас. Золотовалютные резервы Китая в 2006 году превысили триллион долларов США, пик был достигнут в 2013 году, когда они составили почти 4 триллиона, это, естественно, первое место в мире, и было это тогда больше, чем втрое, чем у второго места, тогда на втором месте была Япония. Сейчас резервы несколько сократились, но все равно, по-моему, чуть больше трех триллионов, хотя, опять же, как и в случае с ВВП, это всегда не очень точная информация, потому что никакого независимого аудита китайской экономики не существует, соответственно, во многом мы получаем те цифры, которые китайское правительство считает нужным нам показать. С точки зрения экономической стратегии Китай прошел, опять же, довольно закономерный путь мировой фабрики, потому что именно это можно было предложить огромной стране с нищим, молодым, трудолюбивым населением, при этом в начале, вплоть до начала 2000-х годов в основном Китай строил у себя фабрики по производству товаров легкой промышленности, одежды и так далее, которые не требовали высокотехнологичного персонала, высокотехнологичного оборудования, в дальнейшем же началось движение в сторону хай-тека, и Китай, как вы знаете, сейчас производит не столько пуховики, сколько условно айфоны. Другое дело, что, опять же, на данный момент многие экономисты считают, что вот эта стратегия уже себя исчерпывает, потому что если в начале реформа Китая было молодое и нищее население, то сейчас оно не такое молодое и не такое нищее, соответственно, производство в Китае становится все дороже и дороже, и сейчас уже те, которые хотят производить по-настоящему дешево, они ищут другие варианты, поэтому на современном этапе китайское правительство пытается уйти от этой стратегии мировой фабрики, пытается подтолкнуть внутренний спрос, чтобы китайцы сами потребляли свои товары, пытаются снизить зависимость Китая от экспорта, прежде всего от экспорта в Соединенные Штаты Америки и в Евросоюз, но пока, насколько я понимаю, получается это не очень хорошо, потому что именно это была главная суть экономики после постдэнсиапиновского Китая, и, соответственно, так легко изменить это в общем непросто. из других проблем, помимо старения населения, которую, кстати, я вам напомню, мы с вами говорили на первой лекции, стало следствием политики ограничения рождаемости, которую также ввел Дэн Сяопин в первые же годы своей власти, потому что вот этот бесконтрольный рост населения, который был характерен для культурной революции, нужно было как-то остановить, это действительно было необходимо на первых порах, но в дальнейшем это привело к тому, что в Китае нарушилось естественное воспроизводство и сейчас пожилых людей гораздо больше, чем должно было бы быть, если бы в ситуацию не вмешивалось государство, а пожилые люди в современном Китае не как раньше, когда они находились на попечении детей, они в основном более половины китайцев по пенсионному возрасту получают государственную пенсию и соответственно большое количество неработающих пожилых людей это довольно большая дополнительная проблема для экономики. К этому стоит добавить экологическую обстановку, потому что дешевая промышленность это всегда промышленность экологически грязная, которая мало тратит деньги на защиту окружающей среды, поэтому Китай сейчас, конечно, главный загрязняющий сам себя и особенно в восточных районах страны ситуация катастрофическая. Мы с вами говорили, что помимо именно загрязнения также очень остро стоит проблема, скажем, недостатка пресной воды, которая в северном Китае ощущается даже уже в средних городах. Конечно, в Пекине вода из крана везде течет, но в маленьких городах на северо-востоке она может течь уже, скажем, по расписанию или не течь вовсе. И проблема эта не делается легче, она только усугубляется с каждым годом и как это решать тоже пока никто толком не понимает. Также в северном Китае очень остро стоит проблема эрозии почвы, наступления пустыни, и тоже пока ничего с этим сделать нельзя. Китай лидирует также по потреблению природных ресурсов, нефти, стали и других моментов цемента, которые связаны с быстрым развитием промышленной индустриальной, причем не очень современной экономики. Многие считают, что высокие цены на нефть, которые держатся в последние десятилетия сравнительно с предыдущими временами, они как раз связаны именно с тем, что рынок спрос создает во многом Китай. Между прочим, вот этот недостаток ресурсов и постоянная нужда в новых, при том, что Китай не всегда уверен в том, что он сможет легко и по интересным ему ценам закупать все, что нужно, приводит к тому, что очень важной частью внешней политики современного Китая являются контакты с другими государствами, нацеленные на ресурсы, здесь и создание послушных, например, режимов в Центральной Азии, где Туркмения, например, поставляет Китаю газ, к этому относятся естественные построения отношений с Россией, как тоже с таким в общем сырьевым, скажу слово партнер, хотя, конечно, предаток было бы видимо правильнее, с этим связана политика Китая в Африке, которая имеет и гуманитарные измерения, китайцы строят там больницы, школы и прочее, но также Китай в основном заинтересован в богатых ресурсах государств, в которые вкладываются большие деньги и практически создается ситуация, когда экономика этого государства полностью зависит от китайских компаний китайских государств, соответственно, они поставляют Китаю нужные ресурсы на выгодных Китая условиях. Существует и очень большое, не очень афишируемое направление по установлению контроля над сельскохозяйственными землями, в частности, в Латинской Америке. Все это часто даже не используется сейчас, а рассчитано на использование потом, когда Китай начнет испытывать недостаток еще более остро в собственных ресурсах, тогда это может пригодиться. Здесь вот эта работа международной мировой фабрики приводит к тому, что, как ни странно, эта мировая фабрика начинает такую некоторую экспансию, потому что производить товары для других нужно находить все новые ресурсы. и в общем перспективы этого тоже пока не очень понятны. Каждая экономическая конференция, посвященная китайской экономике, это всегда огромное количество руганий и обвинений разных специалистов друг к другу в то, что они ничего не понимают и абсолютно безграмотно, потому что существует очень много разных подходов. В частности, сейчас, конечно, всех очень интересует, что произойдет с мировой экономикой, если Китай все-таки начнет сворачивать у себя вот эту индустриальную экономику и пытаться выстроить что-то более современное, как это повлияет на цену ресурсов, как это повлияет на китайскую экономику, потому что и внешний политик, может, сейчас, конечно, вот эта склонность Китая к экспансии экономической, она, в общем, во многом объясняется тем, что ему нужно очень много ресурсов для того, чтобы выполнять роль мировой фабрики. Если он от этой роли решит отказаться или получится так, что откажется, то политика может измениться и в какую сторону, в общем, сказать, конечно, довольно трудно. При этом, хотя мы с вами завершаем здесь на проблемах, это совершенно правильно, надо очень хорошо представлять все проблемы, которые стоят перед китайской экономикой сейчас, тем не менее, конечно, еще раз говорю, нельзя не отметить, что успех реформ Дэн Сяопина, успех реформ после постмалдзуновского Китая несомненен, и более того, никто даже из хорошо знавших Китая специалистов не мог ожидать таких быстрых и таких эффективных реформ, несмотря на все проблемы, которые перед Китаем остаются, это, конечно, одно из самых удивительных в истории 20 века, вообще, может быть, в истории человечества таких вот подъемов абсолютно ничтожного в экономической точке зрения государства до больших высот. И, конечно, сейчас в Китае многие говорят, что это вполне закономерно, потому что Китай всегда был лидером мировой экономики, это частично верно, но от этого успеха эта реформа не становится менее удивительным и менее замечательным. Однако проблемы, особенно успехи этих реформ понятны нам сейчас, а в первые годы многим это было совершенно неясно, и, конечно, здесь самое яркое событие, связанное с несогласием значительной части населения с политикой партии правительства в эпоху реформ, это так называемые тяньмэньские события, которые также иногда называют событиями 4 июня, и здесь, конечно, трудно не заметить параллель с событиями 4 мая, тем более, что по-китайски 4 мая это усы юндум, а 4 июня лиусы юндум, то есть, тут параллелизм очевиден, и помню, что движение 4 мая это важнейшее в идеологической истории 20 века событие, в рамках которого, во-первых, сложился такой патриотическо-антиэмпериалистический-антибуржуазный блок интеллигенции, студенчества и революционеров, а с другой стороны, что еще более важно, начала нащупывать себя новая китайская культура, модернизационная, склонная к вестернизации, при этом крайне обиженная на запад за колониальные эксцессы вот этих 100 лет позора, культура, которая стремилась отказаться от многих традиционных наработок Китая, которая многие из традиционных подходов воспринимала как деструктивные, вот это очень важное событие, которое начало в принципе в не меньшей степени, Синьхайская революция, начала новое время, 20 век в Китае. вот поэтому здесь движение 6-4 июня 89-го года, оно здесь во многом это определение, оно указывает на то, что это движение тоже могло бы таковым стать, однако не стало. Среди других наименований этих событий демократическое движение 1989-го года, а также всякого рода бойня 4-го июня, мясорубка 4-го июня и так далее, и так далее, в зависимости от того, как говорящий к этим событиям относится. Давайте разберемся, что же это такое было. Соответственно, экономические реформы, которые начал Дэн Сяопин, довольно быстро меняли облик китайской экономики, в которой все большую роль играли рыночные отношения. Цены быстро росли, многие убыточные государственные предприятия начинали сокращение сотрудников, зарплаты, социальных трат для того, чтобы выйти на самоокупаемость и вообще выжить. Соответственно, значительная часть общества и партии считала возвращение к капиталистическим практикам отказом от завоеваний революции. С другой стороны, немалую роль в формировании недовольства политикой правительства играла информация о перестройке, которая в это время происходила в СССР, и многие интеллектуалы и часть студенчества требовали от верхов не только либерализации экономической жизни, но и демократизации политического поля и ликвидации монополия на власть КПК. То есть, с самого начала недовольство было крайне разным. Одни требовали демократизации, а другие, наоборот, говорили, что это предательство идеи революции, наоборот, нужно возвращаться обратно в золотые времена товарища Мао Цзэдуна. Борьба между сторонниками демократизации и противниками реформ развернулась и на самом верху партийной иерархии. В декабре 1986 года по крупным городам Китая прокатили студенческие волнения, манифестанты протестовали против нерешительности реформы и требовали радикальной демократизации экономики и политики. В итоге генеральный секретарь КПК Хуяо Бан, который, как и когда-то во времена стены демократии, выступал против жестких мер, против манифестантов и наоборот намекал, что возможно стоит послушать чего они хотят и чему-то у них научиться, был вынужден уйти в отставку и это был очень важным этапом, потому что после этого вверх в партии взяли люди такой охранительной направленности, которые говорили, что нельзя слушать толпу и все это значит поют они из чужого голоса и нужно держать страну в обеих руках. 15 апреля 1989 года Хуяо Бан, который прожил последние годы своей жизни под домашним арестом неподалеку от Джунанхая, скоропостижно скончался и в тот же день сотни пекинских студентов стали собираться в кампусах своих университетов и на площади Цяньаньмэнь, это, как вы уже знаете, центральная площадь Пекина, которая, с одной стороны, способна вместить до миллиона человек, и это происходило, помните, в 1966 году, когда там собирались огромные толпы хунвейбинов, также эта площадь по-настоящему центральная, потому что на нее выходит как правительство на резиденции Джунанхай, так и дворец съезда Всекитайского Совета Народных Представителей, там же находятся главные ворота в императорский город, висит портрет Мао Цзюду, стоят красные знамена, посередине площади стоит стелла памяти героев революции, чуть-чуть за ней стоит мавзолей Мао Цзюду, стоит флаг, главный центральный флаг КНР, который каждое утро поднимает почетный караул, в общем, это действительно прямо сердце не только Пекина, но и всей Китайской Народной Республики. Соответственно, вот на этой площади студенты стали собираться для того, чтобы почтить его память, милиция старалась им помешать и без, в общем, надо сказать, особого энтузиазма и без особого успеха. Поздно вечером 17 апреля около 4000 студентов Пекинского университета и университета Цинхуа, и численность их постоянно росла, прибыли на площадь, выдвинули властям ряд требований, они требовали признать верными взглядами Хуяубана на необходимость дальнейшей демократизации страны, разрешить частные СМИ, публиковать информацию о доходах партийных лидеров и членов их семей, потому что идея коррупции верхов была, объединяла всех недовольных, они могли быть маоистами или демократами, но то, что их объединяло, это подозрение в коррумпированности и небеспочвенной партийных верхов и требование, чтобы этого не было. Надо сказать, что, конечно, китайская верхушка, как я уже это говорил в прошлый раз, не была во времена Мао Цзэдун и во времена Дэн Сяопина не была столь же коррумпирована, как в каких-нибудь там латиноамериканских странах или где-то может быть еще, и они, как во всех таких закрытых режимах, естественно, не могли выводить деньги за границу, не могли иметь вилл на Лазурном берегу, но все равно степень разности их, качества их жизни с жизнью простого народа был очевиден, особенно учитывая, что простой народ в Китае в это время жил крайне бедный, даже тот факт, что в резиденции Джуннанхай не было проблем с едой, самой разнообразной, в том числе деликатесами, это уже дорогого стоило. При этом надо отметить, что, скажем, дочь Мао Цзэдуна училась в университете вместе со всеми, жила в общежитии вместе со всеми, единственное, что на выходные она могла посещать отца в Джуннанхай, там она могла есть сколько угодно, но выносить даже с собой, чтобы угостить своих соседок по общежитию, она права не имела. Но все равно в стране, где регулярно случается голод, даже яснее чувствуется неравенство с теми, у кого не то, что голода нет, а просто нет никаких ограничений в пище. Ну, естественно, понятно, что у простого народа не могло быть никаких машин, это золотая эра велосипедов, которые даже где-то были в общем недешевым удовольствием, и все в таком духе. То есть неравенство было вполне очевидно, и оно как раз во многом коррупция партийных верхов то, что они помогают делать карьеру своим детям и детям своих коллег, это как раз то, что недовольных во многом объединяло. Также они требовали увеличить стипендии, поднять зарплату ученым и преподавателям, снять запрет на манифестации в Пекине. 21 апреля в зале собраний Всекитайского Совета народных представителей прошло прощание с Хуяубаном, и на площади в это время находилось порядка 100 тысяч студентов, которые его оплакивали. 23 апреля было объявлено о создании автономного союза студентов Пекина, это был первый независимый студенческий союз в Китае, который выступил за всеобщую стачку в университетах. Помимо Пекина схожие манифестации проходили в многих других городах, и в некоторых местах, например, в Чаншае и в Сиане протесты приняли форму погромов и грабежей. Возможно, это была работа провокаторов, которые внедрялись туда спецслужбами, но, как вы понимаете, когда толпа и не очень понятно, что происходит, то без провокаторов иногда могут найтись люди, которые используют ситуацию для того, чтобы обогатиться или просто каким-то образом развлечься. 23 апреля председатель госсовета Ли Пен, который был приемным сыном и воспитанником Джоу Энлая, потребовал от генерального секретаря КПК Джао Цзияна жестоких мер по разгону манифестантов, не оставлявших Тиньаньмэнь, но Джао Цзиян отказался дать ему на это разрешение, и, как когда-то Хуяубан тоже говорил о том, что не помешает диалог, но, впрочем, в тот же день он улетал с государственным визитом в КНДР, и Ли Пен остался замещать его в Китае, поэтому, соответственно, Джао Цзиян отмашку на подавление студентов не дал, но и собственным отсутствием во многом разрешил Ли Пену действовать так, как тому кажется нужным. 26 апреля по инициативе Ли Пена из одобрения Дэн Сяопина, который в это время все больше склонялся к тому, чтобы слушать именно охранителей, поскольку он опасался того, что если пустить все на самотек, то страна может рухнуть. В главной партийной газете Женьмень Жибао появилась статья, которая называла студенческий протест антипартийным и антиправительственным бунтом, которые, очевидно, вдохновлены из-за рубежа. Однако, хотя авторы статьи Ли Пен, который ее туда разместил, вероятно, рассчитывали, что студенты испугаются такого клейма и, по возможности, сразу разбегутся с площади, чтобы не попасть под ожидаемые репрессии. Наоборот, статья вызвала рост числа манифестантов, которые были оскорблены таким клеймом, поскольку сами они себя, естественно, считали патриотами своей страны и пугаться совершенно не собирались. 27 апреля колонны из десятков тысяч студентов прорвались на площадь при очевидной поддержке горожан, особенно рабочих, что, кстати, очень напугало партию, потому что, когда протест стал переходить за пределы студенческого, это как раз стало понятно, что дело действительно серьезнее, чем кажется. Впрочем, автономный союз решил несколько смягчить риторику, поставив на первое место призывы к борьбе с коррупцией, который, как мы помним, объединял всех недовольных. 30 апреля в Пекин вернулся Джао Цзиян, который 3-4 мая выступил с рядом речей, в котором характеризовал студенческое движение как в целом патриотичное и прогрессивное и высказался в пользу диалога. 4 мая большинство пекинских университетов приняло решение прекратить стачку, но наиболее радикально лидеры полагали, что это лишь уловка, они начали подготовку к публичной голодовке на Тиньаньмэнь, которая должна была начаться 13 мая за два дня до визита в Пекин Горбачева. Это был первый визит советского лидера в Китай вообще завсегда в истории и это вообще было редким. Тогда иностранные лидеры не часто приезжали в Пекин, тем более с официальным визитом. К тому же, как мы помним, очень значительная часть манифестантов вдохновлялась как раз примером перестройки в Советском Союзе, поэтому визит этот был очень важным событием и приурочить к нему голодовку было, конечно, довольно разумно. В итоге вечером 13 мая на площади собралось около 300 тысяч протестующих, многие из них объявили о голодовке, усилия властей добиться компромисса убедить студентов покинуть площадь не увенчали с успехом, голодающие требовали от партии официального отказа от обвинения манифестантов в буржуазности и предательстве вообще извинений. Поддержка протестующих росла, миллионы пекинцев, включая милиционеров, солдат и членов низовых партийных комсомольских организаций принимали участие в манифестациях на Тиняньмэнь. Китайский Красный Крест официально призвал врачей оказывать протестующим необходимую медицинскую помощь. Ситуация осложнялась еще тем, что во время исторического визита Горбачева в Пекин съехалось огромное количество иностранных журналистов, которые после его отбытия, видя такую нервную обстановку, естественно остались в китайской столице и, соответственно, стало понятно, что любые действия властей против студентов сразу станут достоянием мировой общественности, а в это время Китай все-таки очень заботился о своем реноме, поскольку был крайне заинтересован в инвестициях и в открытости в доступе к технологиям и финансам. Ряд государств, в том числе США и Япония, предупредили Китая о крайней нежелательности силового разгона манифестантов, в их поддержку проходили многочисленные митинги по всему миру, особенно в Гонконге, где в такой манифестации участвовало полтора миллиона человек, примерно четверть всего населения британской колонии. Я думаю, что здесь не последнюю роль играло то, что в Гонконге уже в это время было известно, что через некоторое, тогда еще не очень короткое, через 8 лет Гонконг перейдет под власть КНР, и поэтому, естественно, все происходящее в Китае вызывало интерес не только с точки зрения такой национальной солидарности, а не китайцы, и мы китайцы, но с точки зрения того, что это наша скоро будет родина, и очень бы не хотелось, чтобы она была вот такой, которая давит танками протестующих студентов, а наоборот, хотелось бы, чтобы она к тому времени, когда мы в нее включимся, как-то стала немножко больше похожа на то, к чему мы привыкли. Аналогично из Пекина манифестации проходили более чем в 400 городах Китая. В Китае местное руководство, не имея директивы Пекина, в основном бездействовало, в некоторых местных газетах стали даже появляться статьи в поддержку студенческого движения, поскольку, опять же, было непонятно, как ко всему этому относится центр. При этом протесты становились все более неоднородными, в одной демонстрации могли участвовать и сторонники вестернизации, и крайне маоисты, требовавшие сворачивания реформ. Едва ли не единственным общим лозунгом был призыв к борьбе с коррупцией и вкумовством в высших эшелонах партии. 17-19 мая прошел ряд собраний лидеров КПК под председательством Дэн Сяопина. Несмотря на сопротивление Джао Цзияна, было принято решение о введении в город войск с правом стрельбы на поражение, поскольку Дэн Сяопин полагал, что иначе промедление может привести страну к гражданской войне. 19 мая Джао Цзиян появился на площади и призывал студентов поберечь свое здоровье и прекратить голодовку. Это было его последнее появление на публике. Вскоре он был отстранен от своей должности по решению Дэн Сяопина. Надо сказать, это последняя речь Джао Цзияна. Она действительно очень известна. Начиналась она с фразы «Мы уже старые, ни на что не способные, а вы молодые, и вы должны спасти свою жизнь и беречь свое здоровье, потому что оно еще пригодится стране». И это действительно была такая речь не партийного функционера, привыкшего к гладким речам на митингах, а речь пожилого человека, который действительно искренне переживает за будущее вот этих окружавших его студентов. И эта речь, конечно, войдет. Уже вошла в историю, и я надеюсь, что в ней так дальше и останется. В тот же день было объявлено об учреждении автономного союза пекинских рабочих, первого профсоюза независящего от Компартии Китая, который также поддержал протесты. 20 мая начался сбор армейской группировки 250 тысяч солдат, однако протестующие не позволили войскам войти в город, и 24 мая те были отозваны на базы вне городской черты. Многими это было воспринято как победа, и в это время площадь пожара жила самой интересной жизнью. 27 мая началось строительство из пенопласта и папье-машен на металлическом каркасе статуи богини Дима. Вот ее строят студенты художественной академии и вообще художественных вузов Пекина. Она была завершена за 4 дня. Вот так она, это копия этой статуи, которая находится в гонконгском университете. Видно, что это, конечно, такая китайская статуя свободы. И, в общем, это вполне красноречиво. 2 июня руководством КНР было принято окончательное решение о зачистке площади. Она была окружена силами армии и полиции. Войска стали занимать ключевые точки вокруг Тяньаньмэнь. Студенты возводили баррикады. Утром 3 июня войска начали движение. Горожане пытались им помешать. И в 10 километрах к западу от Тяньаньмэнь на главном проспекте Пекина Чанань-Дадзе войска впервые открыли огонь по толпе боевыми патронами. В 5 километрах от площади войска удалось на некоторое время остановить с помощью баррикады сгорящих троллейбусов. На стороне студентов выступали также жители окружающих домов, однако войска стреляли, не особенно разбираясь, кто перед ними находится. Одновременно к площади прорывалась колонна с юга, несмотря на эту тяжелейшую ситуацию, 3 мая у подножия богини демократии был открыт университет демократии, хотя, конечно, это было в общем скорее попыткой сделать вид, что какая-то надежда еще есть. Несмотря на тревожные новости и требования власти очистить площадь, к ветеру на ней оставалось порядка 70-80 тысяч человек. На пусты в Бахтерьям происходили стычки, известно о нескольких сожженных БТР. Вскоре после полуночи 4 июня началась зачистка площади, все подходы к ней были заблокированы, попытавшимся попасть на Тиняньмэнь открывали огонь. К 4 утра несколько тысяч студентов, встававшихся на площади, были блокированы в ее центре вокруг стеллы, посвященной памяти героев революции с каллиграфией Маун-Зу-Дуна. Около 5 утра они стали покидать площадь Утром толпа, состоявшая в значительной степени из матерей студентов, разыскивавших своих детей, пыталась также попасть на площадь, но была встречена огнем. Вот к следующему дню, кажется, относится вот эта самая знаменитая такая иконическая фотография Ремен Циняньмэнь одинокий человек с какими-то пакетами, который бесстрашно стоит перед колонной танков. К сожалению, есть и вот такие фотографии, где перемешаны велосипеды и студенты. в Шанхае протесты продолжались до 7 июня, студенты возвели баррикады на главных улицах, рабочие объявили о всеобщей забастовке, бастовал городской транспорт, все это напоминало когда-то шние времена движения 30 мая, вообще славные традиции шанхайских забастовок. Впрочем, руководству города, тогда партийную организацию возглавлял Дзян Зиминь, удалось убедить центр не идти на крайние меры, ситуацию удалось взять под контроль мирным путем после подавления движения в Пекине. В Сиане, Ухане и Нанкине в течение нескольких дней студенты продолжали блокировать дороги и мосты. В Чинду протесты были подавлены войсками 5-6 июня, погибло от 100 до 300 человек. В Пекине же официально было объявлено 241 погибшим, в том числе были 10 военных, 13 полицейских и 36 студентов, а также 7 тысяч раненых, 5 тысяч из которых якобы приходилось на военных и полицейских. Другие оценки доходят до тысячи убитых, точно мы, конечно, цифру не знаем. 9 июня перед публикой выступил Дэн Сяопин, который почтил память погибших солдат Нуак и полицейских, заявил, что манифестанты, действовавшие по указке империалистов, хотели сделать из Китая бурразную республику западного образца, но удалось это предотвратить. После подавления протестов последовали аресты, было арестовано более полутора тысяч человек, причем рабочие, участвующие в манифестациях, получили гораздо более суровые приговоры, чем студенты. 8 человек были приговорены к расстрелу. Многие после окончания срока были лишены китайского гражданства и высланы. Около 400 человек, в том числе многие лидеры протеста, сумели бежать из Китая благодаря так называемой операции Чиж, которая была организована в Гонконге с участием французского МИДа и спецслужб США и Великобритании. В ней участвовали сотни людей, интеллектуалы, коммерсанты, члены традиционных преступных кланов, так называемых триад. В рамках этой операции удалось создать на территории КНР своего рода разветвленную скоординированную сеть убежищ, которые позволяли преследуемым активистам скрываться от властей и бежать в Гонконг и далее. Это похоже на такую, помните, то, что в Америке во времена гражданской войны, накануне гражданской войны называлась подземная железная дорога, которая помогала рабам бежать с юга на север. Вот то же самое было в Китае и удивительно, конечно, что это было реализовано. Джао Цзиям был снят со всех постов, заключен под домашний арест. Постов лишилось около 30 руководителей партии государства, которые считали его сторонниками. Порядка миллиона чиновников были вынуждены пройти специальные проверки. Многие после этого также были лишены своих постов или арестованы. Новым генеральным секретарем стал Дзян Цзи Минь, чьи решительные, но аккуратные действия Шанхая были высоко оценены. Дзян Цзи Аупин оставил свой последний официальный пост в руководстве главы Центрального военного совета, но до самой смерти, а умер он в 1997 году, сохранял огромное влияние, ему никакие посты были не нужны вовсе. Джао Цзи Ян остаток своих дней провел в строгой изоляции в доме близ правительственной резиденции Джун Нанхай, в этом же доме после отставки жил Хуяо Бан, лишь несколько раз ему было позволено покинуть дом для участия в похоронах старых товарищей, при этом он не предъявлял официальных обвинений, он оставался членом Компартии. В 1997-1998 годах в западной печати появлялись письма Джао Цзи Яна, обращенные к китайскому правительству, в которых он обращал внимание на ошибочность силового подавления протеста 1989 года. В КНР эти письма, конечно, не публиковались и даже никак не упоминались. Смерть Джао Цзи Яна, а умер он в 2005 году, была проигнорирована китайскими СМИ, его прах сохраняется в семье, поскольку нет разрешения на его погребение на кладбище революционеров Бабао Шань. В 2009 году в Великобритании вышли воспоминания Джао Цзи Яна, продиктованные в последние годы жизни. Насколько я понимаю, китайцы иногда говорят, что это подделка, но скорее всего нет. Жесткие действия властей КНР были резко встречными сообществами, в том числе многими странами социалистического лагеря. Вообще отношение к КНР после этого сильно ухудшилось, оно было таким эйфоричным после смерти Мао Цзи Дуна и всяких реформ. Вот тут через 13 лет стало понятно, что чудо в общем не произошло. Международные банки прекратили кредитование КНР, были заморожены многие инвестиции, ЕС и США ввели запрет на экстракт в Китай оружия, которое действует до сих пор. Вообще, надо сказать, именно с этого времени началась история борьбы КНР с эмбарго на ввоз технологий. Именно, кстати, поэтому сейчас Гонконг настолько важен для КНР, потому что очень многие технологии ввозятся через Гонконг, поскольку Гонконг ни в каких санкциях не числится, то туда технологии ввозить можно, оттуда они уже попадают в КНР, для Китая это вот такое окно в мир. И вот эта история большого количества эмбарго, которую надо обходить, она во многом начинается с событий на площади Тиньаньмэй. В самом же Китае Тиньаньмэйнские события вызвали резкое ужесточение цензуры, многие реформы начавшие в 80-х годах были остановлены, и сам Дэн Сяопин, который, в общем, не исключал политической либерализации, после этого запретил об этом даже думать. Именно в это время был окончательно сформулирован курс КПК на принципиальный отказ от политических реформ и политических свобод при продолжении экономической модернизации. То есть в экономике можно почти все, и даже иногда больше, чем в других регионах, но никаких политических свобод при этом вы требовать не должны, иначе у вас будут неприятности. Когда Китаю говорят про то, что у вас недостаточно свобод и нарушаются права человека, то обычно китайцы отвечают, что права человека не для всех. У нас еще не такая богатая страна, чтобы мы могли об этом думать. Вот когда мы добьемся благосостояния народа, тогда можно будет говорить о правах человека, а пока нам они не злободнены. По-прежнему обсуждение чего бы то ни было связанного с движением 6 июня категорически запрещено в китайских СМИ и интернете. Каждый год, когда происходит годовщина, особенно в том году, когда исполнялось 30 лет, интернет-активисты придумывают все новые и новые способы каких-то эвфемизмов и обозначения того, что говорить нельзя, а огромный штат интернет-цензоров борется с этим и убирает материалы, а также иногда и создает проблемы тем, кто эти материалы создает. Так что проблема эта по-прежнему более чем злободневная для Китайской Народной Республики, потому что ощущение такой поворотной точки, которая в тот момент произошла, она, конечно, разделяется всеми. Если говорить о других примерах инакомыслия в Китае, то с наследием Тяньаньмэнь связана история так называемой Китайской демократической партии, связана как идеологически, потому что это, конечно, наследие Тяньаньмэнь в этих стремлений очевидно, так и личностно основные лидеры этой партии, они активисты времен Тяньаньмэнь, как оставшиеся в Китае, так и уехавшие за границу. В 1998 году, когда было ощущение, что ситуация немножечко в Китае опять либерализуется, в Китай приехал Билл Клинтон, это было тоже знаком высокого доверия к китайскому руководству, и активисты решили, что можно попробовать использовать эту ситуацию. Во время его визита 28 июня 1998 года они принесли в регистрационную палату документы о регистрации Китайской Демократической партии. Естественно, в регистрации было отказано, несколько сотен активистов на территории Китая были арестованы, и партия существует только за рубежом, но эпизод такой тоже довольно важный, и для истории накомысля в Китае в общем заметный. При этом надо сказать, что не совсем верно говорить о том, что вкинае роднопартийная система существует несколько так называемых малых партий. Это революционный комитет Гоминьдана, то есть как бы Гоминьдан, который понял, где правда и значит остался тут, Демократическая Лига Китая, Ассоциация Демократического Национального Действия Китая, Ассоциация Содействия Развитию Демократии Китая, Рабоче-крестьянская Демократическая Партия Китая, партия Джигун-Дан, то есть Общество 3 сентября, Лига Демократической Автономии Тайвань. Многие из этих партий, как и Гоминьдан, революционный комитет Гоминьдана, имеют еще довоенную историю, всяких вот, они созданы в 20-30-е годы, во времена, когда Китай искал себя. Партии эти сугубо декоративны, в них состоит ничтожное количество человек, особенно по сравнению с многомиллионной КПК. Никаких, никакой власти, они, конечно, не имеют, каждому и каждой из этих партий выделено несколько фиксированное количество мест в так называемом национальном политическом консультативном совете, но, например, крупнейшем, как революционный комитет Гоминьдана, там есть 6 мест закреплено. Совет этот собирается один раз в год, в него, помимо этих малых партий, входит сама КПК, у нее там 108 мест, да, для сравнения, также, да, входят всякого рода профсоюзы, комсомол, гонконгские и макаусские партии теперь тогда их, конечно, не было, и, в общем, он ничего не решает, конечно, это такая, я бы сказал, даже образцовая имитация, когда даже самым большим оптимистам очевидно, что эти малые партии нужны только для того, чтобы говорить, а они у нас есть, и хотя иногда крайне редко бывает, что какие-нибудь третистепенные позиции в министерствах получают члены этих малых партий, опять же, это такая витрина, да, просто некоторые функционеры, им велено делать карьеру, используя возможности этих партий, а некоторые делают, так сказать, это более традиционным образом через компартию, но понятно, что никакого тут несогласия нет, и к тому, что, в принципе, Китайская Народная Республика вполне могла бы зарегистрировать Китайскую Демократическую партию и впихнуть ее в этот консультативный совет, ничего бы от этого не сломалось, но даже этого было решено не делать. Из других крупных моментов несогласия с происходящим в Китае, пожалуй, стоит выделить религиозную составляющую, религиозную религиозную которая называется Фалунь Дафа или Фалунь Гун, то есть путь Колеса Дхармы или Великий Закон Колеса Дхармы. История История Носы Система Совершенствования Практики Совершенствования у нескольких буддийских и даотских монастеров, в том числе у некого Цюань Цюэ, десятого наследника Великого Закона Школы Будды, и у живущего в горах Чанбайшан, мастера Даотской Школы Великого Пути, которому было едва не 200 лет. Соответственно, вот эти такие классические полу-небожители, которые традиционно в китайской литературе, особенно даотской, иногда спускаются на землю и учат праведников каким-нибудь новым штукам, научили как раз и его, и благодаря их поучению Лихо уже сформировало собственное учение, которое восходит к буддизму и даосизму, но переосмыслено и улучшено. Соответственно, Фалуиндафа лучше, чем и буддизм, и даосизм по отдельности и цигун, то есть это новые качества вообще осознания себя и мира, которого до этого китайцы достичь не могли. Соответственно, он обещал адептам гораздо более быстрое самосовершенствование, а также предрекал, что скоро настанет конец света, современная наука ни на чем не основана и вредна, и единственное, что может спасти, это как раз цигун, причем в версии Фалуиндафа, потому что цигун остался от былых цивилизаций, которые утрачены, но эта мудрость былых цивилизаций может помочь адептам спастись. К 96-му году у Фалуиндафа было порядка двух миллионов последователей, сами они называют цифру чуть не до 40 миллионов, проверить это трудно, так или иначе власти заволновались, в 96-м году Фалуиндафа были исключены из ассоциации цигуна, вскоре Лихунджи уехал в США и в результате это религиозное движение приобрело политический оппозиционный характер. В апреле 99-го года около 15 тысяч последователей собрались перед зданием правительства КНР и потребовали перед зданием Всекитайского Совета представителей имеется ввиду и потребовали разрешения деятельности этой религиозной организации в КНР. Согласно информации самих сторонников Фалуиньгун, после этого было арестовано и репрессировано несколько сотен тысяч человек и чуть ли не в 2001 году было произведено 830 тысяч арестов последователей. Проверить это абсолютно невозможно. Китайское руководство естественно это отрицает, но очевидно, что последователи Фалуиньдафа совершенно вне законной территории Китая. Есть довольно много страшных всяких исследований и материалов, которые говорят о том, что из заключенных адептов этой религии в частности принудительно изымают органы для трансплантации. Это вообще довольно характерно современной пенетенциарной системы Китая, поскольку в Китае народу много и трансплантация органов штука очень нужная, поэтому, во-первых, когда человек казнят, а в Китае, напомню, смертная казнь, и казнят там больше всего людей в год в мире с запасом очень большим, то всегда все это оформляется так, чтобы человека немедленно можно было разобрать на запчасти, и эти запчасти были бы сохранены. Но вот довольно часто появляется информация о том, что у обвиненных в терроризме и вот у сторонников Фалуиндафа органы также часто изымают в тюрьме без них на то согласия. Подтвердить или опровергнуть это довольно трудно, но материалы такие время от времени появляются. Фалуиндафа довольно активно действует вне пределов Китая, в том числе в России, но в России мы их видим не часто, а вот в Соединенных Штатах Америки, например, очень легко встретить какие-то пикеты, где сторонники Фалуиндафа раздают литературу о своей религии и о преследованиях его адептов в Китае. Сама по себе религия, на мой взгляд, не очень симпатичная, но, конечно, преследование это, в общем, всегда плохо, чего тут говорить. Если говорить о новых религиях в Китае, то есть еще один интересный пример, не такой политический, но тоже очень религиозный, это Вэйсин Шэн Дзяо, то есть святое учение только сердца, которое особенно популярно на Тайване, но также их представитель есть и среди диаспоры и на материке где-то от 300 тысяч до миллиона последователей, что, в общем, совсем немало и численности это растет. Основал эту религию некий Чхан Ижуй, который был бизнесменом, но в 38 лет серьезно заболел и в болезни внезапно ему явился Гуй Гудзе. Вы уже, наверное, забыли, кто это. Это такой полумифический древнекитайский философ, который обычно относится к школе дипломатов. Вот, собственно говоря, он к нему явился и нарек его своим представителем в мире. После этого Чхан Ижуй чудесным образом выздоровел, и это, конечно, похоже на историю Тайпинов, если вы еще ее помните, только там, как вы помните, Хун Сю Цюаньо явился господь бог, который нарек его своим младшим сыном. Вот здесь несколько более китайский вариант. После этого он, естественно, понял, что должен проповедовать, нести свою религию людям. Он имел откровение и потом, в частности, в какой-то момент ему явился нефритовый император, верховно-даотское божество, который велел посвятить себя вере и прислал ему имя великого мастера Хун Юань, под которым он, собственно, и действует сейчас. Он находится в постоянной духовной связи с Гуй Гудзе, который рекомендует ему, что делать и как быть. Доктрина религии состоит из представления о том, что когда-то существовала великая кунглунская цивилизация, которая исчезла, но сумела передать часть своей мудрости древним китайцам через мифических императоров, прежде всего Фуси, и это прежде всего Идзин, книга перемен, конечно, и следующих мифических императоров. Хуанди в этой религии почитается наряду с его врагом Чию. Чию здесь считается символом не китайских народов Китая, которые также имеют право на место в этом будущем Царстве Небесном, которое будет построено по заветам Гуйгудзе. Также считается, что затем через так называемых трех предков, это предки корейских, вьетнамских, японских, правящих династий, равно как правящих династий китайских, мудрость была передана непосредственно Гуйгудзе, от него великому мастеру Хун Юань, он же Чхан Ижуй. Канон из речей и книг великого мастера уже сейчас якобы состоит из 18 тысяч томов и продолжает расти, и это, конечно, похвальная работоспособность. Довольно много храмов, много элементов культа предков используется в этой религии, что, в общем, облегчает принятие ее для традиционно настроенного китайца. На Тайване это довольно влиятельная религия, и в некоторых крупных собраниях участвует не только много народу, но и довольно высокопоставленные политики, так что она, в общем, вполне официально признана. Ну, вернемся немножечко к истории непосредственно Китайской Народной Республики. И вскоре после событий на Тяньаньмэй в 92-м году Дэн Сяопин, который в это время был уже 88 лет, решил оставить в наследство после себя систему смены власти, поскольку он понимал, что до такой динамичной и трудно управляемой страны, как Китай, долгое зависание одного человека у власти опасно. Он видел это на примере Мао Цзэдуна. Естественно, ни о каких выборах и допуски к решению своей судьбы народу речи быть не могло, поэтому была придумана сугубо внутрипартийная система, причем даже не внутрипартийная, а внутри самой верхушки власти. Предполагалось, что каждые 10 лет будет меняться председатель КНР, который одновременно занимает пост главы партии, а также премьер-госсовет. Вот такой вдвое они идут. Соответственно, предполагалось, что за 5 лет до смены эти преемники будут уже определены, введены в состав постоянного комитета полетбюро и в течение 5 лет будут готовиться к власти, а потом, соответственно, те, кто занимал эти посты до, будут уходить в отставку, они будут занимать их места. В 1993 году глава Компартии Китая Дзян Зимин также стал председателем КНР и сразу стали готовить ему преемника, которым стал Худзиньтау. Худзиньтау родился в 1942 году, это следующее поколение лидеров. Он родился в городе Тхайсянь в Дзянсу в семье выходцев из провинции Аньхуэй. Отец его занимался семейным бизнесом чайной торговлей, мать была учительницей. В 59-64 он учился на гидротехническом факультете университета Цинхуа, незадолго до окончания университета выступил в Компартию, с 65-го года был на научной работе при факультете, а также был политруком, то есть таким политическим работником. Когда началась культурная революция, то политруком он быть перестал, и в 68-м году забуржуазное происхождение было высвано в Ганьсу, где некоторым работал на строительстве домов при Людзиосяской ГЭС. Однако в целом это обошлось ему не очень трудно, он скоро стал работать по специальности, уже с 69-го года он был на инженерных и партийных должностях в Министерстве водного хозяйства, а в 80-м году Дэн Сяопин начал программу в движении на важные посты нового поколения лидеров, и пользуясь поддержкой первого секретаря провинции Ганьсу Сунпина, Ху Циньтау начал свой путь наверху, накончил курсы кадровых работников Центральной партийной школы, в сентябре 82-го года стал кандидатом в член ЦК КПК, возглавил комсомол провинции Ганьсу, вскоре вслед за Сунпином был переведен в Пекин, с декабря 82-го года возглавил Всекитайскую Ассоциацию Молодежи, а с 84-го стал главой Китайского Комсомола. В это время он много работал с Ху Яобаном и в 85-м году по его протекции стал секретарем комитета партии провинции Гуйчжоу, это была одна из самых бедных провинций Юга Китая, поэтому назначение было непростым. В общем, он с ним справился, в 87-м году стал членом ЦК, а в 88-м году стал секретарем парткома Тибетского автономного района, где как раз на время его правления пришлись массовые волнения в Алхасе, приороченные к 30-летию восстания 59-го года. По приказу Ху Дзиньтау в Алхасу без больших промедлений были введены войска, и 5-7-го марта волнения были жестоко подавлены, погибло до нескольких сотен человек, и многие воспринимают это как образец для Тиньаньмэ, то есть, когда принималось решение о жестких действиях против студентов летом 89-го года в Пекине, то как раз тибетский опыт рассматривался, и многие поглазили Дэн Сяопину, что до Ху Дзиньтау все получилось, ему удалось все задавить зародыш, а если бы он дожидал и переговаривался, то все было бы не пойми как. После того, как были подавлены студенческие волнения на Тиньаньмэ, Ху Дзиньтау стал одним из первых региональных руководителей, который поддержал действия Дэн Сяопина, многие выжидали, не зная, чем закончится, он же не выжидал. В итоге, уже летом 90-го года ему было позволено переехать в Пекин и управлять Тибетом оттуда, это было важно, может в Тибете он постоянно мучился от горной болезни. В 92-м году он был избран преемником Дзиньэмини, стал членом постоянного комитета Политбюро, с 93-го года возглавил Центральную партийную школу ЦК КПК. В 98-м году он стал заместителем председателя, то есть через 5 лет, заместителем председателя КНР, а с 99-го заместителем председателя Центрального военного совета КПК и Центрального военного совета КНР. Отметим, что к этому времени Дэн Сяопин уже скончался, умер в 97-м году, но пересмотреть его заветы никто не решился, потому что слишком многое было в тогдашнем КНР сделано лично им, и никто первый не взял бы на себя ответственность за то, чтобы что-нибудь из его наследия изменить. В итоге, несмотря на то, что никакого давления ни на кого не было оказано, в 2002-м году Дзиньзимин уступил Худзиньтау под главы ЦК КПК, генеральный секретарь ЦК КПК, в марте 2003-го года уступил пост председателя КНР. Дзиньзимин сохранил за собой посты председателя обоих Центральных военных советов, и многие предполагают, что он видел для себя такую роль нового Дэн Сяопина, то есть, что он будет на таких теневых ролях, но на самом деле будет всем управлять. Но это у него не вышло, потому что почти все его люди поддержали Худзиньтау и не одобрили его желание остаться при власти, во многом потому, что этого не рекомендовал когда-то делать Дэн Сяопин, и соответственно, в 2004-2005-м он ушел со своих постов председателя Центральных военных советов, и ушел на пенсию, он до сих пор жив и появляется на официальных мероприятиях, Худзиньтау всегда относился к нему с большим уважением, но второго Дэн Сяопина ему из себя сделать не удалось. На посту главы КНР Худзиньтау был сторонником умеренной открытости, например, это хорошо показало себя в борьбе с атипичной пневмонией в 2003-м году, когда Китай дал доступ мировому сообществу почти во всем ключевой информации о происходящем, также всегда подчеркивалась его личная скромность, неамбициозность, не любовь к помпезным торжествам, близость к народу, и кажется, это было право, это был такой воплощенный функцию, у него не было никаких личных амбиций, он был горд тем, что партия выдвинула на ответственный пост, но цепляться за него совершенно не хотел. Во внутренней и экономической политике Худзиньтау следовал заветам Дэн Сяопина и Диан Заминя, он поощрял предпринимательскую инициативу, одновременно жестко контролируя все стороны социальной и политической жизни и жестко борясь с инакомыслием. Здесь, пожалуй, стоит вспомнить 2008 год, когда в преддверии Олимпиады в Тибете, вернее, на тибетских окраинах в Сычуане и в Цинхае и в Ганьцу, то есть в Кхаме и Андо, вспыхнули манифестации тибетцев, которые были недовольны происходящим, там действительно системно ущемлялись права тибетского населения, закрывались монастыри, ну и общая ситуация с тибетцами в составе КНР мы с вами более-менее себе представляем, они были довольно жестко подавлены, порядка двух с половиной тысяч человек было арестовано, от 30 до 150 погибло, несколько раз вспыхивали столкновения в Синьцзяне, что, но в самом Китае было относительно спокойно, в период его правления Китай добился больших успехов на мировой арене, здесь, конечно, символом его успехов была летняя Олимпиада 2008 года, которая прошла в Пекине и была огромным достижением как китайской дипломатии, так и китайского как сказать пропаганды, поскольку все увидели, насколько Китай способен организовывать такие мероприятия, какие средства могут быть собраны, никто, конечно, с Китаем в этом плане соревноваться не может, и хотя многие ключевые проблемы в политике, экономике, национальных отношениях решены не были, но в целом успехи были вполне налицо. Впрочем, с 2008 года вместе с мировым кризисом Китай столкнулся с падением темпов роста, причем, возможно, эти темпы упали гораздо больше, чем сообщает китайская официальная статистика. Попытки перезапустить экономику, переключить ее с экспорта на внутреннее потребление пока, как мы уже говорили, не очень выходят, и даже увеличивающиеся доходы населения в основном оказываются в банках, Китай абсолютно лидер в мире по банковским вкладам, но именно потребление пока запустить как следует не удается. Также по-прежнему сохраняется разница на конец десятых годов между самыми богатыми и самыми бедными провинциями разница среднего зарплата достигала 14 раз. И это, конечно, тоже основа для недовольства, потому что это создает ощущение социального неравенства не только между богатыми и бедными, но и между живущими в разных регионах. Регион это, конечно, очень нездоровая обстановка. Когда пришло его время, он отработал свои 10 лет, то в ноябре 2012 года, как и велел Дан Сяопин, к тому времени его уже не было 15 лет, Худзиньтау вышел из состава ЦК КПК, передал свои партийные, а затем и государственные посты следующему лидеру Китая Си Цзиньпин. Си Цзиньпин впервые за много лет на высшем посту в Китае северянин. Он уроженец провинции Шэньси. До этого, как мы с вами помним, Чан Кайши и Мао Цзэдун и Дэн Сяопин все были южанами. Он из числа так называемых принцев, так называют члены представителей китайской верхушки, которые родили в семьях партийных функционеров. Его отец был видным коммунистом революционером. С 1966 по 1976 год он провел под домашним арестом в рамках культурной революции. Сам Си Цзиньпин также находился на перевоспитании в деревне, но затем успешно делал карьеру и в итоге стал председателем Шахайского горкома. Это тоже очень важная позиция в Китае для карьеры, что председателем Шахайского горкома был Дзян Цзэминь. И существует еще одна группа шанхайцев. Здесь, значит, Ху Цзиньтау, он комсомолец, может, делал карьеру через комсомол, а Си Цзиньпин шанхайец. То есть, он и принц, и шанхайец. Там, так сказать, это все очень интересно. Люди, которые занимаются современными китайскими элитами, они огромное количество придумывают всяких групп, и иногда эти группы начинают, даже не на их количество, начинают немножко мешать анализу событий, но представлять себе, как они называют, тем не менее, полезно. Вот именно этот человек в конце 12-го, начале 13-го года принял из рук Ху Цзиньтау как партийную, так и государственную власть Китайской Народной Республики. Надо сказать, что накануне этой смены власти произошло довольно интересное событие, которое многое нам открыло на функционирование опять же элит передачи власти Китая. Вообще, наверное, одним из самых крупных скандалов среди китайских элит последних лет. Дело в том, что одним из очень многообещающих политиков Китая был Бо Силай, который тоже был из числа принцев, его отец также был довольно крупным коммунистом предыдущих поколений, а сам он делал очень впечатляющую карьеру, используя как раз такие левые маоистские лозунги и считался одним из лидеров левых, такие тоже есть внутри китайских элит, тоже такая группа. Он сделал себе реноме, будучи руководителем Даляня, где жестко боролся с организованной преступностью, потом был переведен в другой крупный город, более крупный город, Чунцин, один из городов центрального подчинения, где также прославился, во-первых, жесткой борьбой с организованной преступностью, а во-вторых, возрождением маоистского наследия, там они, значит, боролись с черными и пели красные песни. Вот при нем находился также очень известный его начальник полиции, с которым он когда-то работал еще в Даляне, привез его с собой, такой, бескомпромиссный комиссар, который также боролся с бандитами, человек, значит, без страха и упрек. Внезапно в марте 2012 года этот комиссар бежал у консульства США в Чунцине, где отказался выходить оттуда, пока его не доставят напрямую в Пекин, естественно, передал какие-то документы американцам, поэтому потом это все было бессмысленно скрывать, за ним был прислан вертолет, его забрали в Пекин, в итоге оказалось, что Бо Силай и его жена не только связаны с многими криминальными кланами, давно занимаются массой всяких преступных штук, но недавно они даже убили и расчленили некого американца, который был их знаком и мог, видимо, узнал о каких-то их махинациях, соответственно, было принято решение его убить. Хотя всячески говорилось, что основным действующим лицом злой части их жизни была супруга Бо Силай, тем не менее, оба они были осуждены, получили пожизненное, если я не ошибаюсь, заключение, большой срок получил этот комиссар, потому что все-таки он тоже в этом участвовал, а также бежать к американцам даже на время в Китае по-прежнему не рекомендуется, и это был, пожалуй, такая, поскольку это не удалось скрыть, то про это очень много говорили, поскольку многие считали, что помимо показателя, насколько прогнили хотя бы частично китайские элиты, также это могло быть связано с тем, что Бо Силай планировал составить конкуренцию Си Цзиньпину и претендовать на место лидера государства вместо него, но не вышло, и поэтому не исключено, что вся интрига была частично организована Си Цзиньпином или его сторонниками, хотя, конечно, это уже совсем никак доказать нельзя, но тем не менее история была довольно громкой, в принципе, стоит про нее знать. Си Цзиньпин вначале пришел к власти как тоже такая компромиссная фигура, с одной стороны он всячески подчеркивал, что он не хочет отказываться ни от какого наследия Компартии, с другой стороны намекал на то, что он встречался с некоторыми еще старыми, с давно отстраненными еще соратниками Джао Цзияна, и само по себе это говорило о том, что он не исключает реформ, даже довольно широких. На деле же, пока его власть привела к невиданной концентрации власти в руках одного человека, осень 2017 года прошел 19-й съезд, на котором подтвердилось то, что его ожидали дальше, а именно то, что Си Цзиньпин принял решение отменить систему передачи власти, которую сформировал Дэн Сяопин, никакого преемника, несмотря на то, что 5 лет его власти прошло, не было назначено, а в устав Компартии и в основные законы КНР была добавлена статья, согласно которой председатель КНР, глава Компартии, может оставаться на этих постах более 10 лет, если к этому есть необходимость. Соответственно, судя по всему, Си Цзиньпин не собирается уходить на покой в 22-м году, в 22-м, 23-м, когда он должен был бы это сделать и будет оставаться дальше, что для Китая и новое, и не новое, не новое, потому что такое уже, так сказать, был Мао Цзюду, но в то же время довольно долго в партийной элите был консенсус, что смена власти нужна, потому что Китай очень трудна для управления страной и самоуспокоенность, которая часто случается с людьми, долго находящимися у власти, здесь может быть губительной, но вот оказалось, что это не так, и, соответственно, мы с вами будем наблюдать, как у Си Цзиньпина будет получаться править страной вне вот этих правил игры, которые были установлены Дэн Сяопином, и здесь, конечно, сам факт того, что правила Дэн Сяопина подвергнуты ревизии, это говорит о современном Китае довольно много. Из крупных проектов, которыми Си Цзиньпин отметился, во-первых, борьба с коррупцией, причем, несмотря на то, что многие отмечали, что часто под видом борьбы с коррупцией он убирал своих политических соперников, тем не менее, действительно, борьба с коррупцией в Китае ведется очень активно, несмотря на это, конечно, коррумпированность довольно высока, потому что влияние Компартии на бизнес очень велико, и, соответственно, есть за что платить, есть за что брать деньги. Борьба с ней, естественно, необходимо. Говорить про успехи трудно, потому что, несмотря на цифры очень большие, просто каждый год прощающихся с должностями, иногда даже из жизни коррупционеров, довольно-таки впечатляет, насколько это помогает системно изменить ситуацию, про это я сказать, откровенно говоря, не могу. Вторая крупная идея, с которой Си Цзиньпин выступал, особенно в начале своего управления, это «Один пояс, один путь», это проект возрождения шелкового пути, причем «Один путь» это, значит, такой материковый путь из Китая в Европу по трассе более или менее исторического шелкового пути, который предполагает создание в западном Китае Казахстане, Пакистане, России, что там дальше до Европы всяких новых шоссейных железных дорог и всякого рода важной инфраструктуры, чтобы облегчить обмен как товарами, так и вообще всякими культурами. Один пояс и Тай это возрождение морского шелкового пути, соответственно, тоже создание инфраструктуры портов вдоль южного побережья Азии, и если сухопутный путь от края на гре сдвинулся мало, то есть очень много что сделано в самом Китае, в рамках этой программы выделено огромное количество денег на развитие Синьцзяна, построены музеи, дороги, аэропорты и так далее, то за пределами Китая продвижение невелико, кое-что сделано в Казахстане, были запущены какие-то даже поезда через если я не ошибаюсь Пакистан, Иран и Турцию, но в общем ничего особенного не случилось, Россия активно соглашалась участвовать, но в итоге так ничего сделанного не было, даже в Казахстане в общем результаты не очень велики, что касается морского пути, то там несколько больше реальных достижений, правда в основном они касаются того, что как например на Шри-Ланке Китай выделил в рамках этой программы довольно большие кредиты местному правительству, которые закономерно не сумел обвернуть и поэтому Китай поставил под свой контроль один из крупнейших портов Цейлона и таких случаев есть еще несколько соответственно такое ощущение многие трактуют этот морской шелковый путь как легализацию проникновения Китая в страны Южно-южно-восточной Азии расширение там своего торгового и политического влияния все вместе вся вместе эта программа очень многими трактуется как удобной возможности работы внутри Китая то есть возрождение этого шелкового пути очень легко подавать собственному китайскому населению как показатель огромного и растущего влияния Китая в мире при этом в общем можно особенно ничего конкретного не делать а только говорить такие вещи тоже довольно важны пока в общем результаты этого шелкового пути они гораздо меньше чем предполагалось или чем заявлялось наконец третья важная программа которую Си Цзиньпин разворачивал в Китае это уже совсем для внутреннего потребления так называемая джунгомэн китайская мечта опять же этим он много занимался в первые годы своего нахождения у власти это такая патриотически националистическая идеологема которая с одной стороны предусматривает сохранение китайской традиционной культуры здесь действительно очень много стали говорить о том что китайская традиционная культура крайне важна и в отличие от традиционных культур всех других стран мира она не противоречит коммунизму поскольку она не религиозна в своей основе это более чем упрощено но вот так они говорят соответственно в рамках вот этой китайской мечты очень много вкладывается в сохранение при умножении популяризации китайской традиционной культуры но также в этом есть второе измерение а именно идея о том что китайская культура самая древняя в мире самая великая и соответственно китайцы и китай должны занять в мире место достойное своей культуры своей цивилизации то есть это вот идея что китай должен стать не только страной самой великой культуры но и самой великой страной и это конечно довольно опасная штука потому что она конечно напрямую замешана на националистические всякие штуки и это очень интересно потому что действительно очень многие эксперты отмечают что сейчас идеология китайской коммунистической партии она не столько связана с коммунизмом сколько связана с национализмом когда надо из-под спуда достаются серпы, молоты, пролетарии всех стран и Китай как лидер мирового коммунистического движения, но внутри страны национализма в этой идеологии, конечно, гораздо больше. Несмотря на авансы, которые Си Цзиньпин давал в начале своего правления, очевидно ужесточение цензуры, и здесь, конечно, новые высоты взял китайский фаервол, да, великий китайский фаервол. И вообще борьба со свободой слова в интернете, которая, тем не менее, в Китае все-таки востребована, и здесь, конечно, главным символом стала борьба с образом диснеевского Винни-Пуха, который, как видите, похож на Си Цзиньпина, и довольно смешно, что это его раздражает, поэтому всяческие поиски Винни-Пуха, как и многое другое, в китайском интернете жестко запрещены. Что касается политики на окраинах, то время Си Цзиньпина также маркировало новую эру в этой области. Во времена Ху Цзиньтао предполагалось, что можно увеличить лояльность национальных меньшинств, если улучшить, поднять уровень жизни в Синьцзяне, Тибете и в других территориях проживания национальных окраин. И действительно, и в Синьцзяне, и в Тибет было вложено огромное количество денег, в Тибет, прежде всего, в туристическую инфраструктуру, в Синьцзяне в добычу и переработку ископаемых. Однако, в итоге, довольно быстро стало понятно, что это действительно привело к увеличению продукта, который производят эти районы, к увеличению среднего уровня жизни, но увеличение этого уровня жизни в основном коснулось китайцев, потому что, особенно это было заметно в Синьцзяне, когда какие-то китайские компании получали государственные гранты на инвестиции в синьцзянскую промышленность, то они часто строили там действительно целые города у всяких нефтяных промыслов, нефтяных заводов, но, конечно, им было гораздо удобнее привезти туда рабочих из Шаньси или Хэнани, а не нанимать местных уйгур, с которыми непонятно, как и о чем разговаривать, поэтому это привело к увеличению процента китайского населения, и, собственно, в этих городах и сформировалась эта новая ВВП-провинция. Уйгуры как жили, так и остались жить сами по себе. В итоге, что касается Тибета, ситуация выглядит довольно тупиковой. Центральная администрация Тибета во главе с Далай-Ламой уже довольно давно не требовала независимости. Для Тибета была согласна реальную автономию. В 2011 году Далай-Лама сложил с себя полномочия главы тибетского правительства в изгнании, и для занятия этой должности были проведены очень интересные выборы среди тибетской диаспоры, и по результатам этих выборов место это занял в 2011 году Лапсан Сенге, выпускник Гарварда, очень харизматичный такой совершенно западный политик, но, в общем, никаких особенных надежд на то, что что-то принципиально изменится в Тибете и прекратится, с одной стороны, постепенная ассимиляция тибетцев, с другой стороны, куда-то денется недоброжелательство между тибетцами и китайцами, там, в общем, особенной надежды на это нет. Еще более острая ситуация в Синьцзяне. Там уже довольно давно стало очевидно, что влияние диаспоры падает. Уйгурская диаспора в основном довольно прозападная и продемократическая. В 92-м году там проживает примерно пол... Вне Китая проживает примерно полмиллиона из 11 миллионов уйгуров. В 92-м году в Стамбуле был основан Национальный конгресс Восточного Туркестана, который в 2004 году был преобразован во Всемирный уйгурский конгресс. С 2006 года его возглавляет такая довольно приятная дама Рабия Кадир. Но, несмотря на то, что организация эта довольно симпатичная, прозападная, продемократическая, она, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше влияния не имеет в самом Синьцзяне, где растет роль джихадистских движений радикального ислама. И, соответственно, чем дальше, тем больше риск того, что ситуация там будет развиваться по плохому насильственному сценарию. В 2009 году имели место столкновения в Урумчи, во время которых погибло около 200 человек. В 2013 году, 28 октября, боевики исламского движения Восточного Туркестана взорвали грузовик на Тинь-Аль-Мэнь. Там взорвался террорист вместе с женой и матерью. 1 марта 2014 года произошел знаменитый теракт в Кунь-Мине, где группа уйгур, которые, вероятно, пытались перейти границу, через менее охраняемую юго-восточную границу, в Бирму были раскрыты. И в результате 8 нападающих атаковали толпу на вокзальной площади холодным оружием. 31 человек убит, 140 ранено. В ответ на... Плюс ко всем прочему, довольно много насильственных акций проходило в Синьцзяне, про которые мы, собственно, мало что знаем, потому что информация из Китая выходит очень дозированно. В ответ на это китайские войска проводили карательные акции, про которые известно довольно мало. Ситуация еще больше осложнилась с появлением ИГИЛа, где, как вы, может быть, знаете, уйгуры составляли довольно значительную часть бойцов. Вероятно, под влиянием опасений, что эти бойцы когда-нибудь вернутся, китайское правительство решилось на изменение политики. И произошло это как раз при Синьцзиньпине. В августе 2016 года главой порткома Синьцзяна был назначен Чинь Цюаньго, который резко увеличил число полиции, а также начал новую политику в Синьцзяне. Были открыты знаменитые лагеря переобучения для мусульман, куда попадали не только уйгуры, но и казахи, киргизы, и в несколько меньшей степени, но тоже китайские мусульмане. В основном, лагеря эти знамениты тем, что туда, во-первых, можно попасть практически за все, что угодно, за родственников за границей, за неосторожное слово, за длинную бороду, за слишком большую активность в мечети, а главное, что попадают туда не на какой-то срок, а на время, которое будет достаточно для исправления. Это лагеря переобучения, соответственно, пока ты не исправился, ты находишься там. На пике в них находилось по миллиону мусульман, и параллельно с этими лагерями переобучения, с учеткой, к сожалению, было очень много других тяжелых дополнительных моментов. Помимо блокпостов армии на перекрестках дорог и постоянной проверки документов, это компании по насильственному, по принудительному обучению китайскому языку, еще не так давно уйгур общий мух не знает китайского языка, если он не собирается делать карьер, сейчас это невозможно, даже для уличных торговцев проводят занятия китайским языком, которые нельзя не посещать. Не рекомендуется ношение бороды, запрещено называть детей исламскими именами, и для всех младше 15 лет рекомендовано изменение исламских имен на китайский. Крайне ограничена возможность обучения на родном языке. С 2015 года, если я не ошибаюсь, не издана ни одной книги, по крайней мере, так я слышал на уйгурском языке. И плюс к этому добавляются всякие такие киберпанковские вещи, типа социального рейтинга, камер слежения, которые постоянно отслеживают поведение человека и могут в зависимости от его правильного или неправильного поведения сократить или увеличить его возможности. И несмотря на то, что в 2019 году мировое сообщество всерьез стало интересоваться этим вопросом, и лагеря переобучения стали постепенно закрывать, тем не менее, по-прежнему очень много тревожной информации из Синьдзяна приходит. В частности, системно разрушаются мечети и мацары, это такие священные места тамошних мусульман, разрушаются традиционные кладбища, и все это выглядит как уничтожение всей традиционной инфраструктуры синьдзянского общества, естественно, попытка превратить уйгуров просто в действительно такой насильственной ассимиляции. Довольно много говорится про смешанные браки, которые очень рекомендуются, и, соответственно, довольно много очень странных программ по китайскому телевидению, где говорится, как замечательно переехать в Синьдзян и жениться там на красивой уйгурской девушке. Все это выглядит крайне тревожно. Кажется, что следующие по очереди это китайские мусульмане, уже было некоторое количество попыток закрытия мечетей и такой же вычистки их, потому что ощущение, что китайское правительство воспринимает ислам как религию враждебно, многие считают, что на самом деле это обкатываются технологии по контролю за собственным китайским населением, и в дальнейшем это может быть внедрено непосредственно во всем мире. Между прочим, довольно характерно, что Китай сейчас очень часто возникает на форумах всяких крайних прав, крайне правых националистов и радикалов, как образец отношения к исламу, и в частности террористы из Красчерч в Новой Зеландии, который расстреливал мусульман, в своем оставленном им обращении как раз указывают, что именно Китайская Народная Республика сейчас образец того, как нужно обращаться с этим ненавидимым правыми радикалами религии, что довольно интересно, когда коммунистическое государство становится образцом для правых радикалов, это довольно симптоматично. Также в 2019 году большой проблемой для Пекина были протесты в Гонконге, которые шли в течение почти всего года, и было заметно, что Си Цзиньпин с трудом удерживается от того, чтобы не вмешаться в эти протесты напрямую. Было бы понятно, что это было бы крайне дорого стоило, но казалось, что он буквально еще чуть-чуть и вот-вот. К счастью, для Пекина все отошло на второй план с начала 2020 года, после появления в Китае вируса коронавируса, который, собственно, нового COVID-19, который Китай ударил в первую очередь, и поэтому все внимание мира отвлеклось от уйгуров и гонконгцев на коронавирус. В дальнейшем они в общем перестали думать про Китай, но кажется, облегчение это временное, поскольку сейчас уже начинается новая волна критики китайского правительства, связанная именно с закрытостью и с отказом предоставлять полную информацию по появлению этого вируса, по масштабам его распространения в Китае и посредствам борьбы с ним. Поэтому предполагается, что с точки зрения внимания мировой общественности у Си Цзиньпина в будущем довольно сложные времена, и также у него сложные времена с точки зрения развития национальных окраин, экономики, экологии, политических свобод внутри, и учитывая, что им ремонтирована система смены власти, которая работала после Дэн Си Цзиньпина, не факт, что он сможет со всем этим разобраться, но на это будет интересно посмотреть, и приглашаю вас, собственно говоря, к этому наблюдению в дальнейшие годы, сколько нам с вами отпущено. Продолжение следует...